Вакцина и лекарства 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 Например. А уж сюда можно привезти практически все, что угодно. В инкубационном периоде, размножая все это по людям в самолете, в накопителях, в общественном транспорте и так далее. То есть у нас появился новый фактор риска. Почему люди, которые говорят о достижениях прогресса, не говорят о новых факторах риска? Непонятно. Плюс у нас скучность. То есть мы работаем в основном в каких-то таких, ну, либо офисах, да, либо лабораториях, либо модных open space, или там, не знаю, нетворкингах каких-нибудь, каворкингах и прочих страшных словах. Там, где плотность населения как раз достаточно высокая. И передача вот этих всех заболеваний, она наоборот усиливается и улучшается. Поэтому все-таки вакцинация – это достижение медицины и прогресс медицины. То есть это нужно вписывать сюда. Почему? Я уже объяснил. Да, потому что все-таки мы наблюдаем определенное снижение заболеваемости по основным инфекциям. Это, опять же, я понимаю, что люди, которые выступают против вакцин, говорят, у вас неправильная статистика. А какая правильная? Дело в том, что глобальная система сбора информации у нас одна, и она замыкается на Всемирную организацию здравоохранения. Никаких альтернативных, таких же глобальных сетей не существует. Любая попытка собрать методом опроса или еще каким-нибудь другим методом, она обречена на провал, потому что для этого нужны мощности государства. То есть для того, чтобы мы могли собирать первичную информацию, обрабатывать ее, потом передавать в вышестоящие инстанции, вплоть до международного уровня. Поэтому у нас есть просто два варианта. Либо мы эту статистику принимаем за основу, либо мы ей не верим вообще. Но тогда мы не можем верить никакой статистике другой в принципе. Если говорить о антипрививочном движении, то оно возникло, считайте, 14 мая 1796 года. То есть в тот день, когда Эдвард Дженнер провел первую прививку от натуральной оспы, использовав содержимое коровью, то есть на коровьем вымени было высыпание, он оттуда взял этот штамм и сделал скорификацию, то есть такой надрез, и внес капельку этой жидкости в мальчику. Вот, считайте, в тот же момент появилось антипривычное движение. Вот эта знаменитая карикатура на то, что у людей там вырастают какие-то страшные части тела животных, ну вы же понимаете, прививают материал коровы, человеку, как вообще такое возможно. Некоторые, видите, в корову превращаются, у кого-то просто какие-то страшные хвосты вырастают и так далее. Что самое интересное, что идеи Дженнера не были приняты ни медицинским сообществом сразу, ни обществом в целиком. И единственное, что убедило общество, это вспышка натуральной оспы 1840-1843 года, когда умерло 500 тысяч европейцев. Ну всего-навсего, да, и все сказали, слушайте, а вот там в Англии был такой интересный мужик, он там какие-то прививки предлагал. Давайте вернемся к этому вопросу, а то что-то мы слишком быстро вымираем. И только после вот этой эпидемии, массивной, началось движение по оспопрививанию. У нас, например, поддерживал монарши дом это дело. То есть они первыми привелись и как бы в обязательном порядке ввели это, в том числе в Российской империи. Если говорить о вакцинах в принципе, то, к сожалению, мы не от всех инфекций до сих пор можем прививать. Набор на самом деле очень небольшой. И, скажем, от той же малярии, вот если посмотреть, да, вот вся, видите, целиком вся эта вот, весь этот таймлайн закрашен. До сих пор у нас нет прививки от малярии. И причин может быть множество, да, потому что, может быть, потому что это простейшее, да, это плазмодия, это не бактерия, не вирус. Может быть из-за этого. Может быть из-за того, что там часто меняются формы, да, из-за того, что там есть внутриэритроцитарная стадия и внеэритроцитарная. Есть в человеке, есть в комаре и так далее. То есть это очень сложное существо для того, чтобы с ним справиться. Фонд Гейтсов влил туда гигантское количество денег, но, к сожалению, пока никаких подвижек нет. То есть неоднократно приходилось писать о том, что вот появился кандидат на вакцину от малярии, но, к сожалению, он тоже не прошел клинические исследования. Иногда получается быстро, например, инфекция, вернее, вакцина против кори, которой мы до сих пор сегодня пользуемся, она была разработана и выведена на рынок буквально за десяток лет. Да, почему? Потому что там всего один стеротип. И она практически не изменяется, эта штука. Поэтому очень легко удалось выработать специальный вакцинный штамм и прививать им людей. Мы до сих пор ей пользуемся. Из проблемных, это, например, вакцины против вируса Эбола, с одной стороны, а с другой стороны, понятно, что все, что касается потенциального биологического оружия, а вирус Эбола — это потенциальное биологическое оружие, оно только рассматривалось в свое время, очень многие разработки скрыты. Когда появилась вот эта последняя вспышка свеженькая, Семерная организация здравоохранения кинула клич, мол, ну, страны, участники, ребята, у кого есть что-нибудь для полевых исследований? Появляется Китай, у нас есть, Канада и у нас, Франция и у нас, наши и у нас и так далее. То есть внезапно выяснилось, что все разработки по Эболе велись все это время. И да, действительно, некоторые вещи обкатали на последней вспышке. Не исключено, что, может быть, следующие удастся победить быстрее, да, или еще что-то, потому что, опять же, тишина. Вся эта информация опять ушла у нас в Центр Вектор, да, и в Институт военной медицины. Ну и, соответственно, у всех остальных тоже по военным ведомствам все это разбежалось и тихо, и гладко, ничего не слышно до очередной вспышки. Из проблемных у нас до сих пор остается грипп. Почему? Потому что это чрезвычайно изменчивая инфекция, да, потому что этот вирус обладает гигантскими способностями к мутации, к приспособлению, вообще к эволюционированию. Очень быстрому эволюционированию. И если мы посмотрим жизненный цикл вакцины против гриппа, то она начинается в декабре предыдущего года, да, то есть вот если мы говорим о вакцине, которую будут прививать в сезоне в следующем, в октябре, то уже в декабре предыдущего года, 18-го, были заложены первые штаммы. Почему? Потому что это долго, это очень долгий процесс, это специальные куриные эмбрионы, это специальные условия и так далее. То есть по большому счету, видите, вот этот вот участок, это участок высокого риска, тут и написано, да, что производство рискованное. Почему? Потому что производители закладывают эту вещь на свой страх и риск. Они считают, что вот будем считать, что вот этот штамм не изменится, и только в конце февраля, когда объявляется состав штаммов на следующий период, на следующий сезон, только в этом случае начинают закладывать второй и третий штамм. Как видите, это очень-очень-очень длительный процесс. И когда говорят, что в фарме выгодно производить прививки, это не так. Очень многие фармкомпании с удовольствием бы избавились от прививочного бизнеса. Почему? Например, мало их изготовить, нужно, например, их правильно транспортировать. Потому что если вы не будете соблюдать холодовую цепочку, да, то этот препарат станет реактогенным, на него будет много реакций, много жалоб и так далее, его отзовут, его перестанут закупать и прочее. То есть это такой достаточно рискованный бизнес. Если говорить о том, ну вот сейчас, смотрите, вокруг нас вроде бы нет инфекции. Ну да, там где-то корь полыхнула опять в очередной раз, но ничего, затихнет, что с ней станет? На самом деле мы же живем в достаточно большом мире, и в нем есть не только развивающие, вернее, не только развитые страны, есть развивающиеся. И если посмотреть заболеваемость и смертность по коре, вот эти цифры относятся только к одной категории, это дети до 5 лет. Все, больше никого. То есть это смертность по детям до 5 лет во всем мире. И если посмотреть на начало 21 века, то от кори умирало 745 тысяч детей в год. Это гигантская цифра, это огромная цифра, по-моему, даже от малярии меньше умирает. В 2008 году эта цифра снизилась до 120 тысяч. Что изменилось? Нет, естественно, никакие там санитарные условия не изменились, ничего там особенного такого не произошло. Началась просто массовая абонентационная кампания, поддержанная Всемирной организацией здравоохранения. За 7 лет удалось сбросить смертность вот до таких цифр. Они до сих пор высокие, но они все-таки уже более-менее приемлемы. Если мы это возьмем целиком на весь мир, то получится уже более-менее приемлемая цифра. Да, в развитом мире кори сегодня не опасна в том смысле, что мы можем спасать таких людей. Это плюс сегодняшней медицины, плюс того, как она развелась. Но это, опять же, риск. То есть далеко не каждый, во-первых, доктора, уже вот нового поколения доктора, они эту корь не видели. Например, когда я учился, мы не видели дифтерию. Нам в Ленинграде, тогда он же Ленинградом был, не удалось найти ни одной дифтерии. Нам не смогли ее показать. Это, конечно, было очень интересно, да, и показательно. Для 88-го года найти в Ленинграде дифтерию было невозможно. Но в 96-м году, то есть буквально спустя 8 лет, когда я уже был практикующим военным врачом, в гарнизоне я в том числе регистрировал, к сожалению, смерти детей от дифтерии, неоднократно направлял людей с дифтерией в инфекционную больницу. Почему? Потому что тогда началась вот эта вот массовая, да, такая антипрививочная истерия, причем и распространением книг, и при помощи лекций, семинаров, всего прочего. Вот товарищ Коток там очень сильно отметился в этом смысле. И госпожа Червонская тоже, в общем-то, в этом смысле преуспела. У нас получился провал в коллективном иммунитете, и мы получили вот эти самые вспышки 90-х годов, которые я, например, видел живьем. То есть я видел людей, болевших дифтерией, тех, которых не смог посмотреть во время учебы. Это недостижение, я считаю, потому что дифтерия – это все-таки вещь достаточно тяжелая. Если говорить о том, как мы можем сравнивать, да, потому что нам очень часто говорят так, смотрите, вот с той стороны баррикад, очень такой распространенный аргумент. Зачем нам делать прививки? От них есть ненулевой риск осложнений. Это правда. А давайте посчитаем риск осложнений от инфекции. Вот сегодня риск осложнений от, не знаю, полиомиелита. Он же нулевой почти. Как мы встретим полиомиелит, как мы заболеем? Здесь я не понимаю, причем часто такое говорят люди с математическим образованием. Но при этом они делают простейшую ошибку. Они переносят вот этот вот процент вероятности осложнений на защиту прививками. То есть на уровень инфекций под защитой прививок. Их поэтому и нет, что у нас есть вакцинный щит. Поэтому нам нужен некий инструмент. Нам нужно понять, что было бы, если бы не было вакцин. Мы сегодня, естественно, не сможем от них отказаться. Они плохие, они, может быть, там, некачественные. Они о нём ещё какие-то несовершенные, это всё понятно. Но мы не сможем от них всем миром отказаться, потому что да, тогда полыхнёт. Всё это, все эти вот 500 тысяч там умерших нам покажутся цветочками. Поэтому нужен некий математический аппарат, нужна некая математическая модель. Очень долго её не было. Теперь она есть. Благодаря университету Питтсбурга они запустили очень интересный проект, называется «Тихо». Это в честь датского астролога Тюги Браги. Латинизированное «Тихо», соответственно, имя. Он собрал гигантский массив информации о движении небесных тел. А Иоганн Кеплер, потом используя этот массив, вывел свои законы небесной механики. Так вот, что делают эти люди и почему это названо именно проектом «Тихо»? Они собрали гигантский массив информации по инфекционной заболеваемости, весь который был доступен в Соединённых Штатах. С 1888 года, когда они начали всё это регистрировать, по 2011. На основе этой информации они создали математическую модель и смоделировали, что было бы, если бы не было прививок. То есть они сделали модель и убрали из неё фактор прививок. Ну и получается, что только на территории Соединённых Штатов с 1924 года, благодаря вакцинации, удалось предотвратить более 103 миллионов заболеваний. Причём в 21 веке 26 миллионов. Вот эти цифры, с которыми нужно сравнивать. То есть что было бы. Вот эта дополнительная заболеваемость, которой нет, которой не стало. Кому интересно, может пройти на сайт, посмотреть математическую модель, посмотреть алгоритм сбора информации. Можно написать любому человеку из этой исследовательской группы. Я писал, они нормально отвечают. На все вопросы есть ответы, которые вас интересуют. Если кто-то хочет спросить их о чём-то конкретном, как они всё это получали, есть возможность задать. Это первое. И второе, есть публикации. Презентация будет доступна. Здесь практически на все утверждения у меня есть источники. Я всё-таки стараюсь опираться на некую источниковую базу, причём стараюсь, чтобы она была качественная и приличная. Это первое. И второе, чтобы мои утверждения не были ни голословными, ни абсолютом. Чтобы не воспринимались как абсолют. Вы это в первую очередь к студентам обращение. Обязательно перепроверяйте то, о чём я говорю. Потому что я могу ошибаться, я могу неправильно интерпретировать или ещё что-то. Обязательно сходите по ссылкам, почитайте источники. Я понимаю, что они на английском, но сегодня без английского никак. То есть это единственный язык, на котором сегодня пока что говорит наука. Не исключено, что будет ещё и китайский через некоторое время. Но пока учим английский. Если говорить о каких-то частных вакцинах, то, например, очень часто говорят о том, что ну зачем БЦЖ? Ну не нужна она. Ну зачем? Ну это же она тяжёлая. Дети её плохо переносят. Есть не нулевое, опять же, число случаев генерализованного туберкулёза, от которого она, по идее, должна защищать. Это всё правда. Это всё правда. Но дело в том, что в нашей стране неблагополучная ситуация по туберкулёзу. Мы умудрились вырастить у себя на территории мультиустойчивый штамм. То есть он устойчив к основному набору лекарств, которые используются против туберкулёза. Причём там очень интересно, если посмотреть его генезис, то он исходит из Афганистана, приходит через нашу бывшую Среднюю Азию и потом распространяется у нас. Как видите, да, то есть мы, вся территория бывшего Советского Союза, это зона риска по туберкулёзу. Поэтому пока что от БЦЖ мы отказаться не можем. Она предназначена не для защиты от туберкулёза. Очень часто говорят, что она не защищает. Это правда. Она нужна только для того, чтобы защитить детей первого года жизни от генерализованного туберкулёза, тот, который в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. Исключительно для этого. Но, что интересно, норвежские исследователи посмотрели, они тоже никогда делали у себя массовое прививание БЦЖ, они посмотрели напряжённость иммунитета у той когорты людей, которым делали в своё время. Так вот, на протяжении 20 лет сохранялась напряжённость иммунитета, достаточная для защиты от туберкулёза. То есть от того, чтобы развилось заболевание. У нас может находиться эта самая микобактерия, да, или палочка Коха, может находиться внутри в лёгких, но иммунитет её держит. И вплоть до того, что может даже образоваться кальцификат, она станет для нас безвредной. Так вот, для того, чтобы иммунитет её сдерживал, как выяснилось, вакцинации БЦЖ более чем достаточно. То есть сейчас отношение к ней пересматривается, и некоторые страны, которые от неё отказались, подумывают о том, чтобы вернуться к её использованию. Кроме того, у неё выяснилось несколько интересных свойств. Например, она неплохо себя показала, как терапевтическое средство при раке мочевого пузыря. Например. То есть выясняется много интересных особенностей, которые можно потом использовать в клинической практике. Самое, пожалуй, наверное, такое большое обвинение, что вакцины вызывают аутизм. Я думаю, что это слышали все абсолютно, но тут у меня, конечно, масса вопросов. В первую очередь, а почему вакцины? Почему, например, неорганическая еда? Органическая еда, если вы слышали, да, organic food, вот этот вот очень такой мощный тренд. Если мы построим два графика, один из них — это продажи органической еды в Соединённых Штатах, а второе — рост числа случаев аутизма, то мы получим корреляцию 0,9971. То есть почти единица таких корреляций в медицине практически не бывает. Я понимаю, что это статистическая шутка, но тем не менее в ней, как обычно, есть доля истины. То есть мы по большому счёту можем притянуть к этому делу что угодно. Почему вакцины? Мне сложно сказать. Может быть, потому что дебют аутизма, он очень часто приходится на тот возраст, когда детей всё ещё прививают, потому что, как вы понимаете, национальные календари сделаны для того, чтобы ребёнок получал те прививки, которые актуальны для него в это время. Например, если максимальная смертность от клюша приходится на 0,24 месяца, соответственно, нужно, чтобы ребёнок получал прививку именно в это время, чтобы иммунитет у него был именно в это время. Есть ли исследования на эту тему? Естественно, нам говорят, докажите, что вакцины не вызывают аутизм. Наука так не работает, потому что наука ищет связь. Она не ищет отсутствия связи. Поэтому, да, вот пытались, у меня здесь коллекция есть из 121 исследования, где пытались найти связь между вакциной и аутизмом. Причём это высокоимпактные журналы, это приличные, что называется, издания, это нормальные исследовательские группы, которые этими годами занимаются и так далее. Но, тем не менее, все почему-то верят одному единственному человеку, Эндрю Уэйкфилду, да, который сказал, что вакцина ММР вызывает аутизм. И даже у него была публикация в Лангстете и так далее. Но почему-то никто не вспоминает дальнейшую историю, которую раскрутил британский журналист Брайан Дир. Он нашёл там массу финансовых интересов у этого товарища, да, у Уэйкфилда. Выяснилось, что он сотрудничал с организацией в Соединённых Штатах, которая специализируется на подаче коллективных исков к производителям вакцин. И они как раз готовили иск к производителю вакцин ММР. Я думаю, что многие знают, что такое ДДОС-атака, да, на сайт. Вот, считайте, то же самое готовилось на производителя. То есть там делается, предположим, полторы тысячи исков или пять тысяч исков и засылаются все разом в производителя. Естественно, иногда ему проще откупиться от такого количества исков, чем с каждым разбираться отдельности. Да, иногда досудебное соглашение приводит к выплате энного количества денег, и на этом в Соединённых Штатах живут очень многие юридические организации. Так вот, у Уэйкфилда был договор, он получил деньги за это, за то, чтобы он создал с нуля доказательную базу под это дело. И было доказано, что его исследование было фальсифицировано от первого до последнего, скажем так, знака в статье. Статья, естественно, была отозвана. Естественно, Уэйкфилд был исключён из британского реестра врачей. Переехал в Соединённых Штатах и теперь очень себя хорошо чувствует. То есть он теперь, как вы понимаете, пострадавший. И он флаг, один из флагов антипривычного движения. Верит ему. Не вот этим вот исследованием, а ему. Не очень понятно почему. Может быть, потому что он очень хорошо говорит, например, и рассказывает всякие страшные вещи. Я тоже умею рассказывать страшные вещи. Давайте я вам сейчас ещё одного кандидата на аутизм выдам. Это протестамол. Да, это правда. У меня к нему и как с точки зрения токсиколога масса всяких претензий. И здесь это не одно исследование. То есть их несколько. Они с достаточно большими выборками. Здесь 2644 было пары, а есть и 6000 пар. Есть ещё одно, 5600, по-моему, и так далее. То есть немаленькие выборки. И получается что? Что если женщина во время беременности болела простудой и принимала протестамол, то потом у её ребёнка возникают различные поведенческие проблемы, в том числе СДВГ, в том числе аутизм. Почему на вот эти исследования не обращают внимания? Почему не выступают против протестамола, например? Кроме того, смотрите, что ещё показано. Например, вирус гриппа, он нейротропен. То есть он приходит в головной мозг, в различные нервные окончания, во всё остальное. Если беременная женщина заболевает гриппом, то у ребёнка очень высок риск развития различных осложнений, проблем со стороны нервной системы. Получается так, что прививка защищает ребёнка от аутизма. Вот так получается. Потому что женщина, во-первых, не болеет гриппом. Это первое, не пускает внутрь себя этот страшный злобный вирус. И второе, она не принимает страшный протестамол. То есть логика в этом есть. Почему вот эту ветку никто не раскручивает? Не очень понятно. Я сейчас хочу показать, это в основном для студентов, как делаются подобные исследования. То есть как получаются такие громкие заявления, которые потом тиражируются по СМИ и так далее. Есть такая замечательная пара канадских офтальмологов. Это Люсия Тамленович и Кристофер Шоу, которые занимаются токсикологией. Ну, поскольку, как вы понимаете, да, это моя специализация, мне это интересно, я в этом чуть-чуть разбираюсь. Я с удовольствием почитал их исследования и понял, что, в общем-то, оно, опять же, не отвечает критериям научности от слова совсем. Вообще. Во-первых, использована линия мышей CD1. Те, кто с ними работают, знают, что это, что называется, общего назначения. Да, то есть поведенческие отклонения на этой линии мышей не исследуются. Они исследуются совсем на других мышах. Ну, я опускаю этот момент, что, в общем-то, достаточно приличной, адекватной модели аутизма мышиного у нас нет. Но, тем не менее, да, поведенческие проблемы мы можем исследовать, но это другие мыши. Специальные, нокаутные, да, то есть это другие линии совершенно. Первое. Дальше. Введение было подкожное, несмотря на то, что вакцина предназначена для внутримышечного введения. Вроде бы мелочь, да, но, извините, все-таки это разные вещи. Так как ведет себя этот препарат в мышцах, он немножечко не так себя ведет подкожей. Теоретически, да, это было внутримышечно. То есть вводили в мышей, да. То есть это было соблюдено. Но подкожу. Ладно, смотрим по поводу того, какие были конкретные инъекции, да, то есть как вводили алюминий. Да, во-первых, его вводили в чистом виде. То есть без связи с антигенами. Для чего он нужен в вакцине алюминия? Он работает как адювант. Что это означает? Он позволяет создавать такие гранулемы, да, то есть вокруг него собираются антигены. Они не разбегаются по мышце по всей, а они находятся на одном месте вокруг вот этой вот ионов алюминия. Туда приходят плазматические клетки, встают вокруг и начинают знакомиться с этим антигеном. Вот за счет вот этого добавления алюминия мы получаем быстрое обучение иммунитета. Здесь просто алюминий вводили в чистом виде. Да, то есть, как вы понимаете, смысла в этом как бы нет. Но это ладно, черт с ним. Применялось следующее допущение, что первые три недели жизни мыши примерно соответствуют первым двум годам жизни ребенка. И интервалы рассчитывались соответственно. То есть, как вы понимаете, у ребенка это может быть по 6-7 месяцев, а здесь кололи через один-два дня. Это не то же самое. Это очень разные схемы. Потому что алюминий все-таки, он действительно выводится из нашего организма, но и для этого нужно время. Поэтому здесь тоже ошибка. То есть они получали кумулятивную дозу, которая, в принципе, у ребенка, например, наблюдаться не может. Ну и там масса всего. То есть, как они сделали конечные точки, то есть, как они оценивали результат. Они просто сказали, ну вот смотрите, вот эти белки, наверное, связаны с воспалением. А поскольку белки у нас собираются по РНК, мы будем искать РНК. Да, при помощи ПЦРа они нашли РНК, размножили, определили и так далее. Но здесь было допущение на допущение. Ну и уж последняя как бы вишенка на торте. Конкретно в этой работе в качестве иллюстрации был представлен компилят вестернблотов из всех их предыдущих работ. Хотя было указано, что это вроде бы как все свежее, все делали и так далее. Но если посмотреть, там прям напрямую виден фотошоп. То есть все просто собрано, ну чтобы не повторяться сто раз. А что интересно, вот как вы видите, да, эта статья теперь выглядит. Я писал об этом целую колонку. Вот писал в том числе в журнал. Надеюсь, что в том числе и мой голос в этом смысле был услышан. После того, как статью отозвали, эти ребята очень упорные, они опубликовали ее в другом журнале, рангом пониже. То есть тот, у которого проблемы, скажем так, с рецензированным, со всем остальным. Но есть такой ресурс интересный, Retraction Watch называется. Если кто его не знает, обязательно запишите, пользуйтесь. Здесь можно проверять различных не очень добросовестных ученых. Если мы возьмем Кристофера Шоу и поищем здесь, то выяснится, что про него неоднократно писали и про ту статью, которую они публиковали в другом, немножко менее требовательном журнале, тоже немедленно вот отсюда энтузиасты написали в редакцию того журнала и оттуда эту статью тоже отозвали. И так далее. Если посмотреть, сколько на их счету отозванных статей, то они пока что... Нет, они уже не чемпионы мира, их Брайан Лонсинг перегнал. То есть товарищ, который занимался пищевым поведением и подделал абсолютно все свои исследования, то он как бы один из теперь рекордсменов мира. Но у них тоже счет шел на десятки статей. Тем не менее, эта пара продолжает публиковаться, и они остаются одними из ведущих, скажем так, специалистов, на которых ссылаются антипрививочники. Если вы видите вдруг, вам присылают ссылку, и там фамилия, там Лена Вещешова, можете сразу откладывать в сторону. Это будет фигня полная. Нет, вы можете почитать, чтобы посмотреть, как не нужно делать клинические исследования. Далее. Часто говорят, смотрите, естественный иммунитет, он лучше. То есть лучше переболеть. Да. Вот это как раз правда. Естественный иммунитет будет сильнее с поправкой у выживших. Это важная поправка. Почему? Потому что, ну смотрите, действительно, инфекции долгое время были регулятором численности в нашей популяции. Ну да, ну как, ну да, там всякие войны, катаклизмы и прочее, но инфекции в первую очередь, потому что от них гибли реально миллионы людей. Например, да, то есть это давало положительные результаты. Например, потомки тех, кто пережил европейскую чуму, да, вот этого 14 века примерно, 13-14 века, они реже заболевают ВИЧ-инфекцией. То есть у них есть такая мутация на рецепторах, у рецепторов лимфоцитов, что вирус туда проникает реже. Да, но мы повторим еще раз, у выживших, то есть той половине Лондона, которая вымерла во время эпидемии, как-то уже все равно. Да, и тем сотням тысяч европейцев, которые в других городах тоже вымерли, им тоже как бы все равно это. Да, мы сегодня можем переболеть, не знаю, там, ветрянкой, еще чем-нибудь, любыми инфекциями на выбор, благо существуют даже специальные вечеринки. И даже в нашей стране есть ветряночные, краснушные, кривые, в сообществах бешеных мамочек, извините, я по-другому не могу их называть. Бывают там, мы заболели ветрянкой, приходите все к нам. Да, кому нужно, приходите, все замечательно, все будет хорошо. Если мы посмотрим, с какой частотой встречаются осложнения, да, и мы вспоминаем вот ту цифру, о которой я говорил, да, что мы пропустили, как бы, 103 миллиона заболеваний благодаря вакцинам, только в Соединенных Штатах. Мы еще это весь мир не считали, а проект продолжается, они посчитают весь мир. Это будет очень интересно. Значит, например, сегодня встречаются осложнения на вакцины примерно один случай на миллион доз. Поскольку прививаются часто и привитых много, кажется, что этих случаев много. Но на самом деле, если мы посмотрим на пересчете на реальные заболевания, то там частота осложнения гораздо выше. От той же кори 1 на 300 случаев, а столбняк вообще 1 на 5 случаев. А опять же, когда мы учились, мы столбняк не видели. Я его до сих пор не видел. Настоящий столбняк я не видел. Вот такая вот у нас непростая ситуация. Но если кто-то хочет его показать, то можно не прививаться. То есть вы сможете стать прекрасным учебным пособием для студентов. Что интересно, я уже упоминал товарища Катка с его всякими интересными мыслями. На его сайте есть достаточно много публикаций, переводов, о беспощадной иммунизации и прочих страхах вакцины. И здесь, например, просто чтобы вы оценили, развивается пожизненный неспецифический иммунитет. А, студентов-медиков мало, да? Неспецифический иммунитет у нас бывает обучаемым? Нет. У нас обучаемый только специфический. Но тем не менее, здесь, видите, обещают пожизненный неспецифический иммунитет. И, мало того, здесь пишут, что перенесенная свинка, например, защищает от рака яичников. Ну, не знаю, как насчет рака яичников. Могу рассказать свою историю, да, про свинку, солдата. Ну, вы понимаете, да, что солдаты — это те же дети, только с оружием. Вот. Они приходят в, там, в 18-19 лет и многие не болели детскими инфекциями и привиты только на бумаге. Ну, к сожалению, сейчас это тоже распространено, когда либо покупают, либо договариваются, и, по сути, человек, написано, что он действительно привит, но у него нет ни антител, ничего, потому что никаких прививок ему не делались. Так вот, это солдаты. Они болели в том числе массово, да, они и корью, и свинкой, и краснухой. Ну, кто чем в детстве не болел, они все пришли в такой объединенный коллектив, естественно, тут же обменялись в микрофлоры и все заболели в том числе детскими инфекциями. Вот, то есть, там я научился очень быстро диагностировать краснуху, да, по характерным задней шейным лимфатическим узлам, как есть две цепочки, знаешь, краснуха. Вот, ну и так далее. Там очень много чего было интересного и у одного из солдат развилось осложнение. Почему? Потому что вирус, который вызывает эпидемический паротит, да, он приходит на наши слюны и железы, но у него тропность, то есть, он еще склонен к поселению в тканях яичек и яичников в том числе. В том случае, если он поселяется в этой ткани, например, развивается достаточно мощный орхоэпидемидемид у мужчин, вот у этого солдата он развился, и следствие вторичной бесплодия. То есть, он абсолютно стерилен в этом смысле. Естественно, мы его уволили с военной службы, пока он ждал следствия болезни, приехали его родители. Вот мать, когда узнала этот диагноз, она, в общем, начала каяться в том, что она купила эту справку. Какими словами ее называл отец, я не буду повторять, у нас лекции плюс 12, а не плюс 18. Но вот такой вот, то есть, ничего не сделаешь, все, да, то есть человек абсолютно бесплоден. И это прямое следствие того, что в свое время не сделали прививку, всего-навсего. Так что нет, никакой защиты от рака яичников не дает. Наоборот, может вызвать эти вещи. Если говорить о раке и всем остальном, да, очень часто мелькает такая фраза, что если вы переболели корью, вы получаете иммунитет от рака. Это очень широко эксплуатируется антипрививочниками, что вот, смотрите, это натурально, естественно, полезно. Но еще раз повторюсь, что, во-первых, да, вот эта помарка, вот эта ремарка, скажем так, она обязательно учитывается. И выясняются интересные вещи, когда начинаешь раскапывать источник звона, да, то получается, что люди, которые об этом пишут, не читая эти источники. Это общая болезнь. Это как бы вполне закономерно, можно сразу идти в источник и, скорее всего, там будет совершенно не то. Что выясняется? Да, вирус кори, он обладает онколитическими свойствами. Это правда. Но одна есть тонкость. Такими свойствами обладает атонуированный, то есть вакцинный штамм вируса кори. Если обычный вирус кори заходит в иммунокомпетентные клетки через рецептор CD150, для кого это что-то значит, кто знает, что это примерно, то вакцинный штамм получает еще две возможности. Он еще получает достаточно высокую адгезию к рецептору CD46 и нектин-4. Получается так, что эти два рецептора, вот эти две молекулы, они встречаются не только на иммунокомпетентных клетках, а, например, на атипичных и очень широко. И получается так, что, действительно, вакцинный штамм кори может работать как онколитик. А уж особенно, если мы будем использовать как вектор, например, вынем оттуда всю начинку, засунем какую-нибудь программу синтеза, не знаю, какого-нибудь токсина или еще чего-нибудь, который будет бить именно по раковой клетке, то мы получим достаточно неплохое оружие для иммунотерапии рака. То есть, да, правда, вирус кори вызывает, онколитическое действие, но вакцинный штамм. То есть, вот об этом здесь очень неплохо написано. Кому интересно, почитайте, там все разобрано до молекул. Есть ли осложнения? Естественно, есть, и никто их не скрывает. Вот они, они известны, то есть, они описаны во всех инструкциях, они преподаются на всех, не знаю, кафедрах инфекционных болезней, они есть на сайте ВОЗ, все это есть, то есть, никто эту информацию не скрывает. Да, действительно, это, ну, скажем так, это операция на иммунитете, это правда. То есть, это действительно такое вмешательство, которое может теоретически спровоцировать некоторые неблагоприятные, скажем так, реакции со стороны организма. Но, нужно понимать, что это встречается чрезвычайно редко, гораздо реже, чем осложнения и летальные исходы от естественных инфекций. И мы помним, да, что у нас есть вот тот самый забор, иммунный щит популяции, за которым вся эта инфекционная патология пасется. Пока у нас там не накопится большое количество дырок, и тогда они приходят сюда, к нам в популяцию и начинают резвиться по-разному. С другой стороны, да, фарма тоже иногда дает поводы сомневаться в правдивости и в полноте предоставляемой информации. Например, вот эта вот штука, та, что слева, это отчет о безопасности вакцины против вируса попилома человека. Например. Как видите, он выглядит вот таким образом. То есть, его отредактировал производитель, и теперь мы никогда не узнаем, что там было написано. Опять же, кому интересно, есть очень подробный разбор, и мало того, этот случай стал таким камнем раздора в Кахрейновском сообществе. То есть, если раньше мы говорили, что вот у нас есть Кахрейн, и так, ууу, надо, да, глаза к небу, выяснилось, что там тоже работают люди, да, и что там есть несогласные, есть согласные, есть люди, которые могут выражать некий конфликт интересов своих, да, и скрывать его. Есть такой замечательный человек, Питер Готче, у него по-разному произносят его имя, но он датчанин, там вообще очень сложно со звуками. Вот, ну, одно из принятых это все-таки Готче. Со-основатель Кахрейновского движения вообще в принципе, то есть, один из отцов-основателей, и долгое время был главой нордического Кахрейновского сообщества, то есть, все, что объединяет Скандинавию. Так вот, он с двумя товарищами посмел высказать сомнения, да, в адекватности Кахрейновского обзора, который был проведен как раз по поводу вот этой вот ВПЧ-вакцины. И вопросы касались в основном вот этих вот вещей, документальных в том числе, да, что, ну, смотрите, вот так выглядит отчет, он так не должен выглядеть. Нам нужны открытые данные, естественно, если вы делали метаанализ на основе вот таких дел, да, то, соответственно, этот метаанализ скомпрометирован. Ну, дело кончилось тем, что его выгнали из Кахрейновского сообщества, и антипривычники очень этому делу обрадовались. То есть, у них теперь появился новый козырь в рукаве, что вот, а, даже ваш Кахрейн делает ошибки, и мы на эти обзоры опираться не можем никогда, ни в коем случае. Ну, понятно, что нет, можем, естественно, потому что этот вопрос касался методологии исключительно одного обзора. Остальные все-таки пока что не скомпрометированы, хотя бы потому, что этих групп экспертов там очень много. Есть в том числе, например, в России, Кахрейновское сообщество, я знаю людей, которые в нем работают, да, и в их честности сомневаться не приходится, и так далее. То есть, это, чем это хорошо, это распределенная по миру организация. Поэтому, да, вот есть, конечно, такие скандалы и непонимания, но это еще раз показывает, что бывает всякое, в медицине бывает всякое, и в науке в том числе, то есть, это нужно учитывать. Если говорить об учете, да, то есть, как учитываются эти все случаи, опять приведу пример Соединенных Штатов. Почему? Потому что здесь все завязано на деньги. У нас пока еще до этого не так дошло, то есть, не настолько. Там все очень четко завязано на деньги, на компенсации. Существует так называемый вакцинный суд, да, или вакцинное жюри, да, это специальный отдельный офис суда по федеральным делам, и здесь рассматриваются именно претензии к вакцинам. Плюс, есть вот эта вот программа WIRS, так называемая, это система сообщений о побочных эффектах. Так вот, антипривычники очень часто ее эксплуатируют. Говорят, вот смотрите, там в этой системе описаны летальные исходы. Все, значит, вакцины ваши точно убивают. Ну, опять же, давайте смотреть, потому что любой человек, вот, например, вот по этой ссылке, там с краешка она указана, может зайти в WIRS и скачать любой датасет. Вот любой из тех, что там представлен. Вот я вот скачивал, вот этот по ВПЧ как раз, по вакцине против ВПЧ. здесь есть абсолютно вся информация, то есть вы можете посмотреть, кто сообщил, что сообщил, какие были сделаны выводы, как проводилось расследование и так далее. Здесь вся информация есть. И если мы посмотрим эти случаи, например, они могут выглядеть так. Информация была получена приходящей лицензированной медсестрой от практикующей медсестры, а той медсестре рассказала подруга о пациентке, которая была вакцинирована, а через две недели у нее образовался тромб и пациентка скончалась. Это запись из Вайерс. С точки зрения антипрививочников это свидетельствует о летальности этой вакцины. Ну, на самом деле нет. Во-первых, большое количество времени прошло, это первое. А второе, уровень надежности источника. Представляете себе, да, вот эту всю цепочку? Но, тем не менее, это регистрируется. Это регистрируется и расследуется. Почему? Ну, потому что всякое может быть. И, например, один из моих любимых примеров указано, что молодая женщина пришла, сделала вакцину от ВПЧ и на следующий день умерла. То есть, вот, казалось бы, да, вот она, вот она связь, вот она эта убивающая вакцина. Но, когда провели расследование, да, сделали токсикологию постмортен, то нашли там метаболиты абсолютно всех наркотиков. То ли 8, то ли 9. Но, как вы понимаете, отравилась она печенькой, что называется, да, то есть, виновата вакцина. Нет, естественно, то есть, нужно смотреть каждый случай, нужно разбираться в каждом случае. Есть ли летальные исходы после вакцин? Есть. И, опять же, никто их не скрывает. Они реально есть. Если посмотреть за, предположим, вот 98-й, 2015-й год, опять же, из этой программы, почему я на нее ссылаюсь, потому что там есть вся статистика. Можно посмотреть, можно убедиться самим. Получается, 1202 смерти. Много ли это или мало? Ну, много, да, то есть, каждая жизнь для нас ценна. Но, извините, это за период 17 лет. Я понимаю, да, что, опять же, это смерти, которых могло бы и не быть, с одной стороны. Но, с другой стороны, если бы были инфекции, этих смертей было бы гораздо больше. Первое. Второе. Когда мы смотрим причину, чаще всего это будет анафилактическая реакция, анафилактический шок. И эту вещь мы пока что предсказывать не умеем. Человек может прийти к стоматологу, и таких случаев масса. Ему делают обезболивание, и он тут же умирает. Почему? Анафилактический шок. Либо какая-то реакция, предположим, на анестетику, еще на что-то. Эти вещи мы, к сожалению, пока что предсказываем. Отказывать не можем. Но это не повод отказываться от стоматологии, например, отказываться от медицины в целом, потому что, к сожалению, у нас очень многие лекарства, о чем я буду говорить во второй части, они способны убивать. К сожалению, так. Значит, если посмотреть, то тут достаточно неплохие отступные, скажем так, выплаченные. Причем зачастую там указано, что это было досудебное соглашение. Еще раз повторюсь, иногда фармкомпании, для того, чтобы поддержать свое реноме, они не доводят до суда. Они говорят, да, может, ну пусть, пусть будем считать, что так, мы выплатили компенсацию, мы выполнили свой, так сказать, долг, социальный, и данный, социальный долг бизнеса, и прочее, прочее. Все, мы хорошие в этом смысле, приходите к нам еще, и так далее. Думаю, что многие видели вот эту новость, про то, что Верховный суд Германии отменил вирус кори. Ну, точнее так, да, что было признано в Верховном суде Германии, что вируса кори не существует. Опять же, очень интересная вещь для журналистского расследования, что я и сделал. На самом деле, если мы посмотрим, то да, мы найдем упоминание об этом случае. Но, если мы посмотрим, как это все развивалось, с чего это началось, и как реально выглядит это дело, то выясняется, что все совсем не так, как преподносят СМИ. Итак, 2011 год. Достаточно известный немецкий антиперевивочник, в прошлом биолог, к сожалению, Штефан Ланке, его зовут, он сказал, что выплатит 100 тысяч евро тому, кто докажет ему существование вируса кори. Правда, при этом, естественно, у него была масса оговорок. Ему, во-первых, нужно представить научную статью, это первое, и, второе, подкрепить ее фотографией с очень такой точной оговоркой, что это не должно быть монтажом, не должно быть иллюстрацией, это должна быть целостная HD-фотография. Мы пока что не умеем делать HD-фотографии таких вирусов. Не умеем. Поэтому один достаточно быстрый товарищ в 2012 году, доктор Дэвид Барденс, он сказал, вот, пожалуйста, у меня есть доказательства, вот вам статьи, вот вам фотографии, выплачивайте мне деньги. На что Ланке сказал, а у вас компилят Photoshop. И это правда. Это действительно было так, потому что то изображение вируса, которое предоставил доктор, это была сборная солянка из всех удачных кадров, которые сегодня сделаны в отношении вируса кори. Но мы не можем пока сфотографировать целиком. Не получается. Он собрал все это и принес, показал. Вот вам доказательства. Суд первой инстанции занял позицию доктора. Что он доказал? Естественно, Ланке пошел в следующую инстанцию и суд в следующей инстанции, второй сказал, что нет. Поскольку это дело Ланке исключительно, то есть это его прерогатива, это он как бы владелец условий, поэтому он вправит требовать буквального дословного их выполнения. нет цельной фотографии, не может быть выплаты. То есть исключительно об этом была речь. И вот суд последней инстанции, высший вот этот самый федеральный суд в 15-м году он постановил, никаких выплат быть не может, потому что не соблюдены условия, которые поставил Ланке. Означает ли это, что вирусы кори не существует? Нет. Это исключительно речь о том, что доктор, который доказать, он не выполнил условия товарища Ланке. Причем очень часто эти челленджи так называемые объявляются антипрививочниками, что вот давайте доктора вы за прививки сделайте то-то или сделайте то-то. Это очень известный случай, например, один из них это челлендж Джока Дабл Дэ 2001 года. Он сказал, что выплатит 20 тысяч долларов. Потом она выросла до 300 тысяч. он сказал, все очень просто. Те доктора, которые защищают прививки, пожалуйста, при мне выпейте смесь консервантов и так далее, всего, что входит в вакцины, помимо антигенов, которые получает 6-летний ребенок в соответствии с требованиями Центра по контролю и заболеваемости в Соединенных Штатах. Казалось бы, все просто, да? То есть нужно прийти выпить и получить соответственно еще выплату. Ага, не то-то было. Не для этого делаются подобные челленджи. Потому что, если посмотреть требования, которые выкатил товарищ Дабл Дэй, становится понятно, что они невыполнимы в принципе. Потому что первое его требование было приехать в Соединенные Штаты, если вы живете не там, и пройти освидетельствование у трех психиатров, которые он сам назовет. То есть не вы выбираете, а нужно пройти последовательно трех психиатров. Риск того, что один из них вас завалит достаточно высок. Потому что, как вы понимаете, нет здоровых, нет, есть недообследованные. Диагноз можно натянуть на любого. Это первое. Второе. Пройти полное медицинское свидетельствование и после этого эти результаты отдать Дабл Дэй. То есть вы отдаете личную медицинскую информацию. Это еще не все. Третий этап прочитать пять книг антивакцинаторских. Правда, он сказал, что это раскрывающих правду о вакцинах. Но это чисто антивакцинаторские. И сдать по ним экзамен с процентом не менее 90. И только после этого человек будет допущен к этому вот челленджу. Ну если так говорить, ну давайте для начала пусть он сдаст экзамен по токсикологии мне, например, хотя бы, да, или вот по химию Аркадию, или еще кому-нибудь по другим специальностям. Почему это работает только в одну сторону? Это игра, в которую можно играть вдвоем. Но тем не менее таких челленджей очень много. Там и Де Ниро объявлял, и все остальное. У них то же самое. А Де Ниро сделал просто. Там нужно просто заплатить еще и входной взнос. А все споры решаются через суд. То есть если вас что-то не устраивает, идите в суд. Это долго, дорого и так далее. Понятно, что у тех, кто начинает эту игру, они же владеют правилами, соответственно, это все делается исключительно для пиара, а не для того, что доктор какой-нибудь выиграл этот челлендж. Для чего мы все это делаем? Зачем вся эта вакцинация в принципе нужна? Ну вот этот строй я думаю, что многие знают, смотрели сериал про викингов или еще что-нибудь в этом роде, стена щитов. Но вот это самая хорошая метафора, если говорить о популяционном иммунитете. Вот так он и выглядит. По большому счету. Если мы отсюда будем выдергивать людей, ну некоторое время он все еще будет действовать. Да, действительно, то есть будет защита. Но когда мы пройдем некий порог, критический порог, а для разных инфекций вирусом, заражение будет почти практически в 100% случаев. Для других заболеваний этот порог пониже. Для дифтерии, например, он там сильно ниже, в районе 60-70%, для кори будет повыше 95%, примерно. Как только здесь образуется достаточное количество дыр, инфекции вернутся, что они уже неоднократно показали. И, например, мы сегодня хорошо знаем, что полиомиелит нашей планеты мы не изгоним, потому что есть Пакистан и Афганистан, где прививочные бригады просто расстреливают. Понятно, что никаких подвижек в этом смысле. То есть у нас постоянно будет источник, очаг, скажем так, то есть это же природное очаговое заболевание, у нас будет постоянно очаг, они будут постоянно появляться в Мекке на хаджах, соответственно будет вариант переноса этого заболевания туда, его распространения и так далее, тем более, опять повторюсь, такие истории были уже неоднократны. все замечательно, можно посмотреть статистику по Питеру, по Иваново, по очень многим другим городам. Как только падает ниже 95%, мы тут же получаем вспышку. Я понимаю, что сегодня не модно говорить о том, что у нас есть некий общественный долг, но это правда. Мы живем в обществе, поэтому общественный долг у нас есть. Например, соблюдать правила дорожного движения. Я понимаю, что есть лихачи, которые, извините, они долго не живут. И хорошо, если они уходят одни, они прихватывают еще кого-нибудь с собой. С вакцинацией та же самая история. Это, считайте, те же самые правила дорожного движения, просто эпидемические правила. Если мы их не соблюдаем, мы получаем полный хаос и все остальное. Соблюдать правила эпидемической безопасности так же важно, как все остальные, просто потому, что мы живем, еще раз повторюсь, в большом, плотном, скученном и очень населенном мире. В этом смысле любые инфекции к нам приходят очень быстро. Например, вот один из таких классических случаев, которые есть практически во всех учебниках по инфекционным заболеваниям, это вот эта история с Англией и Уэльсом, когда туда вернулся как люш. Вроде бы, да, казалось бы, смотрите, какой уровень, привитых, да, около 81%, заболеваемость низкая. Да, тогда были очень несовершенные вакцины. Это мы сегодня знаем, что можно делать их бесклеточными, это сегодня мы знаем, что можно прививать беременную мать, а не уже родившегося ребенка. Сегодня есть движение, то есть мы сегодня развиваемся. Тогда инфекции были, в общем, поярче, да, помощнее, во-первых, и во-вторых, препараты были все-таки, да, реактогенные и так далее, были осложнения, были осложнения. И вот здесь вот, то есть что случилось? Был такой замечательный товарищ Стюарт Гордон, по-моему, до сих пор жив в Великобритании, чрезвычайно популярный эксперт, то есть его приглашали на все шоу, на утренние, на ВБС, на все остальное и так далее. И вот он сказал просто убивающую фразу, да, всю вакцинацию. Он сказал, что вот смотрите, инфекции нет, а вакцины вызывают осложнения. Это то вот, о чем я говорил в самом начале, да, классическая ошибка, которую почему-то люди делают. После этого его слова услышали и, как видите, уровень вакцинации упал до 31%. Властям и медикам потребовалось 20 лет, чтобы восстановить ситуацию. 20 лет. А здесь мы получили вот две огромные вспышки с разницей в два года. почему в два года, я говорил, да, то есть самые чувствительные как люшу дети от нуля до 24 месяцев. Это просто была следующая волна, которая родилась через два года. Только после того, как, ну, путем, не знаю, титанических усилий, в том числе репрессивного характера, удалось восстановить иммунный щит до 93, вот да, заболеваемость тогда упала. К сожалению, повторение вот этой вот ситуации, оно вполне реальное и сегодня. Очень часто спрашивают, что почитать на эту тему. Я попросил фонд эволюции перевести вот эту книгу. Смертельно опасный выбор, полуофита. Значит, здесь собраны все основные антипрививочные мифы. То есть, они показаны от момента зарождения до современного состояния и разобрано, что здесь не так. Это, скажем так, пособие для тех, кто хочет получить некий набор аргументов для споров, либо кто-то сомневается и хочет, так сказать, уложить всю эту картину у себя в голове. Потому что, понятно, я даю картину очень разрозненно. Я беру наиболее такие яркие точки и о них рассказываю. А здесь все очень скрупулезно на громадном количестве страниц и с очень конкретными примерами. Если говорить о том, кто такой товарищ Полофит, то это разработчик одной из самых удачных на сегодня вакцин, легко переносимых и хорошо действующих, ротовирусные. И что интересно, у нее, например, сейчас обнаруживается похоже, что она работает в том числе и как защита от сахарного диабета первого типа. Почему? Потому что ротовирус туда похоже привязан. То есть, если человек заболевает ротовирусом, у него увеличивается риск развития аутоиммунного процесса в поджелудочной железе. Поскольку мы убираем ротовирус, мы убираем вот этот вот фактор риска. Получается, что дети реже заболевают сахарным диабетом первого типа. Кроме того, он педиатр, иммунолог и так далее, работает в университете Пенсильвании, в не самом плохом исследовательском учреждении мира. Он стандартно где-то в первой десятке, а то иногда и в пятерке. То есть, человек знает, о чем пишет. Это первое. Второе. Есть у нас такое замечательное сообщество молодых врачей, ординаторов, все остальное, медачи. Если кто не слышал, опять же, у них есть сайт медачи.про, у них есть группы ВКонтакте и в Фейсбуке, ВКонтакте она более активная. Что они делают? Они выпускают иногда дайджесты по разным темам. Вот здесь собрано все, что мы сегодня знаем по вакцинации. То есть, здесь у нас есть и переводы из журнала в Science, предположим, и прекрасная статья, точнее даже брошюра Александра Матса «Антипривычное движение в России». Там есть такие тонкости, которые касаются конкретно нашей страны. В общем, замечательный дайджест, он есть в PDF, его можно найти в интернете, он бесплатен, ему можно скачать, почитать, все посмотреть. Это современная информация, максимально современная, максимально свежая информация. Ею я тоже пользовался. Ну, опять же, есть и в Фейсбуке, и ВКонтакте люди, которых я рекомендую читать, они в верхней части списка. По крайней мере, все, что касается прививок, у меня к ним никаких вопросов нет, они это рассказывают даже лучше меня. В частности, Анна Сонькина-Дорман, она работает с детьми, у которых развились осложнения после прививок, и она, в общем, замечательно на эту тему и пишет, и рассказывает. Так что, поищите, ее статьи есть на «Правом мире», по-моему, и еще на очень многих сайтах. Если читать современных педиатров, то у нас таких есть две звезды, можно сказать, но это правда, то есть люди, которые относятся к медикам, ну, скажем так, нетрадиционной медицинской ориентации, то есть они придерживаются доказательной медицины. Ну, в наше время, да, это примерно как каминалу совершить. Здесь есть Федор Катасонов, замечательный человек, у него есть, конечно, свои недочеты, ошибки и так далее, и у него вышла книга, как раз, но все, что касается вакцин, повторюсь, тут все здорово. И Сергей Бутрий, Ивановский педиатр, человек, который, опять же, делает огромную работу по переработке массы научной литературы, он знает, что такое догоняющая иммунизация, он знает, какие у нас актуальные вакцины есть на сегодня, то есть вот этот человек, который работает на переднем крае, да, это как раз боец из первой линии траншей. Его можно читать именно, чтобы понять ситуацию, которая есть по конкретике, то есть я могу рассказывать об общих вещах, да, то есть я не практикующий педиатр, я не сталкиваюсь с вакцинацией. А Бутрий сталкивается ежедневно, к нему приходят очень разные родители, он об этом очень замечательно пишет, возьмите, поищите, почитайте. Вот четверку внизу читать не следует, да, ну, либо, если вы хотите просто, ну, понять уровень макобесия, да, то может быть, только уберите тяжелые предметы, да, острые, режущие и прочее остальное, а также нервных и беременных из комнаты. Александр Коток, Галина Червонская, Роберт Мендельсон, его очень активно у нас постят, и вот этот товарищ Амантонио, это очередная звезда антипривычного движения наше местное, он в ЖЖ и теперь на отдельном сайте провел такую гигантскую работу, он собрал в Пабмеде все, что подходит под его точку зрения. Ну, я так тоже умею, я, например, могу собрать подборку под то, что белым женщинам во время беременности нужно принимать кокаин. В этом случае у них рождаются более интеллектуально развитые дети. Я специально делал такую подборку, просто чтобы показать, что найти можно что угодно. И да, действительно, вот этот товарищ, он подобрал все, что относится к антипривычному движению и соответствует его точке зрения. Там есть старые исследования, там есть исследования, которые, информация в которых собрана при помощи опроса и так далее, то есть вы можете посмотреть, как не нужно работать с источниками. Да, вот только в этом смысле. Ну и поскольку уже даже Всемирная организация здравоохранения поняла, что убеждать бесполезно, они вот, например, последняя неделя иммунизации шла под этим лозунгом, что вы не должны прививать всех своих детей, только тех, которых вы хотите сохранить. Это правда. Но я не представляю, как еще нужно рассказывать о вакцинации, как еще нужно объяснять, что она нужна, что она спасает человеческие жизни, на самом деле, что очень многие здесь в зале появились только на свет, только потому, что существует вакцинация и только потому, что эти предки не умерли во время эпидемии прошлого. А они были, эти эпидемии, вот-вот. Скажем, 18-й год, эпидемия испанки, 18-й, 19-й. Мы до сих пор не знаем точно, сколько людей умерло, но приблизительные оценки от 50 до 100 миллионов. Вот можете представить, то есть в мире вымерла огромная страна за это время. А это было буквально 100 лет, считайте. Ну, да, 100 лет мы отмечаем в этом году. И эта эпидемия охватила абсолютно весь земной шар. То есть был, значит, не было заболеваний в Антарктиде, ну, потому что там еще не было стационарных станций в то время. Не было заболевания на острове, который был в дельте Амазонки, ну, просто потому, что туда добраться было невозможно. И не было заболеваний, по-моему, в Гренландии. Ну, то же самое. Плотность населения там можете представить. Все остальные, вот абсолютно все остальные территории были поражены. И даже если вспоминать, например, гонконгский грипп, то же самое, полтора-два миллиона человек от него умерли. И сегодня мы вполне можем получить аналогичную вспышку. Да, я понимаю, что у нас есть средства, у нас есть даже, не знаю, пулеметы, которые можно поставить, да, вокруг колючей проволоки зоны карантина. Даже это есть. Но это не поможет, если у нас будет большое количество невакцинированных. Да, к сожалению, это общее дело. Я понимаю, что это способ самовыражения, это некое высказывание своей собственной позиции, но в этом случае давайте вы будете высказывать где-нибудь на необитаемом острове. Пожалуйста. Если вы живете в обществе, нужно соблюдать в том числе и эти его законы. Итак, значит, первая часть на этом закончена. Если у кого-то вопросы, опять, я не знаю, как лучше сделать. Наверное, в конце, да, чтобы не прерываться, потому что иначе мы надолго затянем. Так, как бы мне теперь поставить вторую презентацию? Где у нас, да, товарищи техники? Да, она. Да. Итак, как я уже сказал, с точки зрения токсиколога у меня нет вопросов к вакцинам, потому что все, что там есть, достаточно неплохо изучено. Очень часто говорят, смотрите, там страшная ртуть. Но, во-первых, там ртуть органическая. Это первое. Та, которая метаболизируется в нашем организме. Да, есть у нас там всякие страшные вещи, типа диэтил ртути, который прожигает даже перчатки защитные. Но здесь совсем не та история. Первое. Второе. Вся эта ртуть через 72 часа в организме не определяется. Вообще, в принципе. Ну и третье. На закуску. Если вы едите рыбу океаническую, то с одной порцией океанической рыбы вы получаете больше органической ртути, чем дети за все время прививочных кампаний. Вы от этого страдаете? Нет. Это говорит только о том, что это безопасное количество. Безопасное. Утилизирующееся, не откладывающееся в нашем организме. Да, ртуть действительно тяжелый металл. И я сегодня об этом еще скажу. Но это не проблема вакцин. Если мы говорим о лекарствах, очень долго у нас поменялся эмпирический метод. То есть, мы даем, у нас есть некое племя, мы даем какому-то заболевшему соплеменнику корешок и потом смотрим. Если он умер, мы больше этим растением не пользуемся. Если выжил, прекрасно запоминаем. Потом запишем для потомков. Что интересно, что практически любые средства, как вы понимаете, могли объявляться лекарствами. Любые. Еще раз повторюсь, например, это из папируса Эберса. Это, пожалуй, один из первых известных на сегодня чисто медицинских источников. Это примерно 1550-й год до нашей эры, древний Египет. Значит, в нем описан вот такой вот совершенно изумительный рецепт. Свежие фиги, забродившие фиги, молоко, сладкое пиво. Ну, с моей точки зрения это ослабительное. И с современной точки зрения, так это и будет. Но, тем не менее, как вы видите, это объявлено лекарством. Смешай, выпей, после чего немедленно полегчает. Уверен, полегчает. Значит, если мы будем говорить о том, как в принципе развивалась медицина, то в ней огромное количество лет, я бы даже сказал, веков, веков, несколько веков господствовала вот эта вот штука, называется фериак. То есть, принцип какой? Чем больше ингредиентов мы вложим в лекарство, тем против большего количества болезни оно будет срабатывать. Придумал его замечательный товарищ, Дмитрида VI Евпатор. В честь него назван город Евпатория, кстати. Он был царем Понте. Вел достаточно такие активные завоевательные войны, чем вызвал недовольство Рима. Потом к нему пришел гней Помбей Великий и уничтожил. Но, что интересно, этот товарищ занимался клиническими исследованиями. Он очень сильно боялся быть отравленным. Поскольку у него под рукой была огромная тюрьма с заключенными, он себе ни в чем не отказывал и испытывал на них противоядие различное. Ну, как вы понимаете, да, то есть, он даже вел лабораторный журнал. Эта книга потом была утащена гнейм Помпеем Великим в качестве одного из трофеев, великих трофеев. Что было? Он, например, брал какие-то растения, смешивал, брал какие-то животные яды, смешивал, потом человек отравил и давал ему это противоядие. Опять же, по тому же эмпирическому принципу сработало, записываем хорошо, да, будем это использовать. Не сработало, еще кого-нибудь посадим, это не проблема. Что интересно, к 1618 году количество ингредиентов в этих терияках, то есть, если в самом начале это было 54, доросло до 250. То есть, туда вот буквально складывали все, абсолютно. Но стоило оно гигантских денег. На пике развития, скажем, венецианский трикол, он так, у него было специальное название, это где-то 12-13 век, на небольшую пластинку этого терияка можно было обменять дом. Вот. Ну, можете прикинуть по сегодняшним ценам, да, почем это было лекарство. При том, что в лучшем случае там был опиный мак. То есть, да, человеку становилось на некоторое время хорошо. И он считал, что это до следствия приема лекарства. Спрос был дикий. Но потом один интересный товарищ просто слил в общий доступ, что называется, рецепт венецианского трикола. И все это постепенно-постепенно скатывалось. Хотя, последний терияк существовал в германской фармакопее 1872 года. Что интересно, когда Клод Бернард проходил практику в аптеке, он хотел что-то вылить. У него какое-то вещество было. Он показал аптеку, говорит, давайте выльем, все, это испортилось. То есть, не, не, месье Клод, не выбрасывайте, пригодится для терияка. То есть, как вы понимаете, к тому времени относились так. Но, можете прикинуть, сколько эта вещь существовала. Почти 2000 лет в медицине господствовала вот эта концепция. Чем больше, тем лучше. здесь изображены ингредиенты одного действующего лекарства. Оно, значит, действует против кашля и нервов, а начинается оно так. Возьмите недавно родившихся щеноков, нарежьте их кусочками, ну и пошло. Вот. То есть, там нужно их выпаривать под определенными соусами, вот под всем вот этим, да, там майоран, белое вино, оревковое масло. Причем, что интересно, еще в 18 веке этот подход уже критиковали. То есть, Антуан Боме, это один из отцов фармакологии современной, замечательный французский исследователь, он буквально вот в своей книге вот в этой вот, она опять же доступна, отсканирована, любой может найти, проверить. Он писал, что скорее всего щенки вообще никакого отношения не имеют к эффекту лекарства. И мягчительный эффект связан исключительно с эфирными маслами. И да, мы сегодня используем, например, тот же чабрец до сих пор у нас находится в разряде лекарств, очень много трав, которые мы используем и так далее, у нас аспирин растительного происхождения и так далее, и так далее. То есть, мы до сих пор такими вещами пользуемся. Что интересно, русская народная медицина не отставала от этого. Например, вот перед вами ингредиенты. Угадайте, для лечения чего? От алкоголизма. Значит, мы берем новорожденных мышат, рожденных под телегой, топим их в штофе с водкой, потом туда же кладем ступицу этого колеса, настаиваем и даем больному человеку, больному алкоголизму. Кстати, не исключено, что это будет работать действительно, потому что рвот этот на 100% вызовет. И, может быть, таким образом человек отучит. Ну, понятно, что если ему прям вместе с мышами подавать, то он, наверное, что-то заподозрит. А если просто оставлять и подмешивать, ну, может быть, действительно сработает. Что интересно, подобный подход в психиатрии и наркологии использовался вот до последнего времени, пока не запретили все эти кодирования и все остальное. Здесь принцип тот же самый. Если говорить об эмпирическом методе, то, например, очень часто мы говорим о том, что у нас есть доказательная медицина, о том, что у нас есть четыре уровня доказательности, что самый нижний, четвертый, Д, но иногда в шутку говорят о пятом уровне доказательности. То есть тогда это когда человек просто говорит о том, что вот это работает, якобы есть физиологическое обоснование и вот это вот самая лучшая иллюстрация на эту тему, которую я только видел. Да, действительно, может быть, оно работает, но исключительно на каком-то конкретном модельном животном и на человека не переносится вообще совсем никак. Что интересно, действительно, в истории медицины мы знаем примеры замечательных открытий, которые были сделаны методом перебора. Думаю, что многие слышали про препарат сальварсан против сифилиса, который был создан нобелевским лауреатом Паулем Эрлихом. Он перебрал 605 соединений мышьяка, одно за одним. И все предыдущие до 606-го, то есть он назывался еще препарат 606, до 606-го они сначала убивали носителя, а потом уже возбудителя. Ну вот как-то так не складывалось. И только вот этот 606-й, он позволял людям выживать и избавляться от сифилиса. Это было начало химиотерапевтической эры в медицине. Что интересно, что даже в 56-м году, казалось бы, уже достаточно развитая медицина. Все должно быть хорошо, и фармакология, и все остальное. Ничего подобного. Как мы получили бензодиазепины? Случайно. Абсолютно случайно. То есть в лаборатории делали большую приборку. Выкидывали какие-то не прошедшие тестирования образцы. И как это обычно бывает, последний шкаф, последняя полка, несколько образцов, и выясняется, слушайте, а вот эту штуку-то мы не тестировали. Мы про нее забыли. Давайте-ка протестируем. Протестировали и получили бензодиазепины. То есть если бы этого не было, у нас бы не было этого класса препаратов. Да, случайность, да, перебор. Эмпирика в чистом виде еще и везение. Но еще не все. В 60-е годы, то есть это уже совсем близко к нам, когда искали замену аспирину, я думаю, что вы знаете, у него есть такая неприятность, как желудочные кровотечения и прочие там вещи, искали замену его в ремотологии. И вот эти два замечательных автора, Адамса и Николсон, они перебрали 200 вариантов. 200 вариантов. Потом из этих 200 осталось 10, и только один из них оказался ибупрофеном. Тем, которым мы пользуемся до сих пор. И Стюарт Адамс в 71-м году, когда уже препарат официально продавался в Великобритании, впервые протестировал его на себе для устранения похмелья. Вот такая вот интересная история, то есть разрабатывал для одного, а потом на себе испытывал вот именно в таких странных условиях. Ему нужно было выступать на конференции, а перед этим он слишком бурно посидел с коллегами. И он написал, что я впервые использовал на себе изобретенный мой препарат, и он мне понравился. Если говорить о эмпирическом методе, то на его счету в том числе Нобелевские премии очень часто говорят, что это Нобелевская премия традиционной китайской медицины. Нет. Это Нобелевская премия нормальной медицины, нормальной науки. Да, они перебрали 2000 кандидатов растений, просто потому, что в этих трактатах было указано, вот оно прям точно работает против малярии. Но нет, не получалось. То есть они либо выделить действующее вещество не могут, либо оно нестойкое, либо оно слишком токсичное, либо слишком маленькие концентрации и так далее. И вот там где-то за двумя тысячами они дошли уже до простейшей, до однолетней полыни, из которой и получили артемизинин. Тот самый, который получил Нобелевскую премию. Препарат против малярии, к сожалению, пока что, вернее, не пока что, а уже к нему выработалась устойчивость, но тем не менее он используется в качестве второй линии, например. И да, он до сих пор в арсенале медиков и, например, делаются попытки пересадить гены, которые отвечают за его синтез, в табак. Потому что табак, во-первых, растет везде у нас, огромная табачная промышленность, нужно ее переводить на мирные рельсы. Это один из интересных вариантов. Значит, что интересно, опять же, вот этот весь научный перебор, исключительно эмпирика и все остальное, до сих пор применяется. Вот это исследование совсем свежее, то ли 15-го, то ли 16-го года, боюсь ошибиться. Тут, да, вот не скажу. По-моему, 16-го все-таки года. Что у нас есть? У нас есть антибиотик эритримецин, к которому устойчивы уже практически все. То есть уже все с ним знакомы, они даже на завтрак едят эти бактерии. Нужно что-то делать, да, нужно... Один из вариантов исследователи предложили, а давайте мы будем менять просто остатки. Мы оставляем основу молекулы, а некоторые радикалы меняем. И что выяснилось, бактерии его не узнают. То есть они сделали 300 вариантов эритримецина, вот просто насинтезировали гору этого эритримецина с разными радикалами. И получилось, что да, прежде устойчивые штаммы в 83% случаев погибали от этого самого эритримецина. Простейший, казалось бы, подход, да, но тем не менее работает. А если говорить о лекарствах, в принципе, да, то они, к сожалению, не могут сейчас быстро появляться на рынке. Для этого есть целая масса причин, есть объективные причины. В первую очередь, они касаются безопасности этих лекарств. Да, почему? Я уже сказал, с точки зрения токсиколога, лекарства это ужас. Почему? Потому что, если оно работает, если оно реально работает, то оно не только причиняет пользу, но и наносит вред. Это всегда так. Потому что у нас известны мишени. Да, мы знаем около 500 мишеней примерно сейчас в нашем организме. По разным оценкам их около 2,5 тысяч, то есть еще работать и работать фармакологом, но есть очень такая неприятная цифра, что подавляющее большинство этих мишеней это рецепторы и ферменты. Рецепторы и ферменты у нас разбросаны по всему организму. То есть, например, если это, предположим, не знаю, там, адренорецепторы, пусть даже бета-адренорецепторы, пусть даже бета-2-адренорецепторы, они будут не только в легких, но и в сердце и еще много-много-много где. Соответственно, если мы делаем препарат, который действует на бета-2-адренорецепторы, то у него будет основной эффект на какой-то, там, где больше всего этих рецепторов и куча побочки за счет того, что эти рецепторы есть в других органах. Это касается и ферментов, и остальных биологических молекул. У нас в основном организм идет по пути простейшему, то есть делая универсальные решения для решения каких-то задач. Вот та же бета, вернее, адренорецепторы, энергическая система у нас нужна для чего? Чтобы одной кнопкой включить реакцию «бей или убегай». То есть очень просто. Мы выбрасываем один гормон, все, человек побежал. Поэтому, как вы понимаете, в эволюционном смысле нам невыгодно иметь какие-то отдельные, узкие, узконаправленные системы. Поэтому, если лекарство работает, как можно узнать, что лекарство работает? У него есть побочки. Это один из признаков. То есть это, конечно, не главный, не важнейший, но один из признаков. Если пишут, что нет побочных эффектов и противопоказаний, это не лекарство. Можно сразу выбрасывать и не пользоваться. Значит, сегодня на разработку одного лекарства уходит огромное количество времени. Ну, от 10 до 15 лет. Самое интересное, что вот здесь вот, на пред, скажем так, к предлекарственном, предисследовательском уровне, мы отбираем молекулы кандидата, сравниваем, как они действуют на мишени. Вот сегодня, кстати, об этом мы тоже говорили в фармакологическом центре КФУ. Отбор, вернее, отсев идет огромный. Даже сейчас примерно 10 тысяч молекул кандидатов на входе и в лучшем случае одна молекула лекарства на выходе вот здесь вот. А иногда ни одной. То есть, иногда все это заканчивается ничем. Огромное количество денег выброшено, считайте, большое количество исследователей, все это задействовано и, к сожалению, в итоге выясняется, что лекарство либо не работает, либо еще и вредит. А если посмотреть по затратам, то самые большие затраты на сегодня это на клинические исследования. Вот эта цифра, то есть почти половина затрат приходится на клинические исследования. А зачем они нам нужны? А для того, чтобы показать, что этот препарат работает на людях. Причем, что интересно, об этом еще говорил Ибн Сина. Вообще, очень интересный товарищ. Я прям рекомендую всем медикам и интересующимся почитать его трактат «Канон врачебного искусства». Он переведен в Узбекской Академии Наук. Это один из лучших переводов. Читается, во-первых, замечательно. Да, по-моему. Терновский, который изоляционный как канат. Да. И этот тоже. То есть есть два еще, по-моему, варианта. И самое интересное, что когда его читаешь, поражаешься праведческой способности товарища. То есть, ну, я думаю, что многие знают, что Ибн Сина был энциклопедистом. То есть, в том смысле, что у него есть труды не только по медицине, там и по астрономии, почему только 22 или 24 науки. Он достаточно быстро освоил. И что он писал, что он к 16 годам прочитал всю литературу по медицине, которая была в мире к тому времени. Как вы понимаете, сегодня к 16 годам мы даже все заголовки не прочтем. А он прочитал всю литературу, которая была по медицине. И сказал, что медицина не такая уж сложная наука. На самом деле. Ну, может быть, в то время действительно это было так. Но некоторые вещи он высказал очень хорошие. То есть, очень такие, праведческие. В частности, он сказал, что лекарства нужно испытывать на людях, если оно предназначено на людей. Потому что одно и то же средство может быть холодным для человека и горячим для коня или дрозда. То есть, да, это правильный подход. Это то, что мы используем сегодня. Нам нужно испытывать лекарства на людях. Но здесь возникают некоторые проблемы. Я понимаю, что некоторые прям заслуживают, чтобы их сдали в поликлинику на опыты. Но у нас примат человеческой жизни. Поэтому, как бы, это самая главная ценность у нас на планете. Поэтому мы не можем сразу эти вещи пускать в исследования на людей. Поэтому, да, у нас есть доклиника. То есть, доклинические исследования, на которые тоже тратятся большие деньги. Если посмотреть, сколько примерно стоит одно лекарство, я собрал вот тут все, что было доступно по 97-му, 2011-му году, кто сколько вывел, то вот, например, чемпионом у нас будет фирма Астрозенека, которая на один препарат потратила 11,7 миллиарда долларов. То есть, если пересчитать, вот сколько они все потратили, сколько препаратов и вывели, вот такая гигантская цифра. Ну, остальные тоже не сильно отстают. То есть, вот это все в миллионах долларов, соответственно, будет там 7,9 миллиарда, 4,4 и так далее. Гигантские, огромные суммы. То есть, те, которые могут потянуть, только какие-то крупные компании. Либо это должна быть массивная, мощная поддержка государства. Иначе никак. Что важно, что доклиника начинается с исследований инвитро, то есть, в клеточных линиях. Опять же, сегодня в фармакологическом центре мы об этом говорили, о том, что там в том числе готовятся специализированные линии, да, то есть, это могут быть линии конкретного пациента, это могут быть опухолевые клетки, это могут быть еще что-то, то есть, вещи такие специализированные, мы можем на них прицельно проверять препараты, предназначенные для конкретного человека. То есть, это будущее, скажем так, то, которое уже на пороге, то, которое мы будем скоро-скоро пользоваться в клинической практике. Но, тем не менее, да, мы начинаем чаще всего с линии Хела, которая связана вот с этой замечательной женщиной, Генриет и Лакс, она не знала, что стала бессмертной, потому что, по сути, эти клетки живут после того, как она умерла. Кстати, без ее согласия. И родственники тоже не были в курсе, абсолютно. Про это есть целая книга, отдельная, можно почитать. Она как раз посвящена проблеме медицинской этики и целиком в ней рассказывается вся эта история. Я не буду повторять, чтобы не расходовать время, но, тем не менее, что интересно, что это? Это были клетки из опухоли шейки матки. Женщина умерла достаточно быстро, но патолог, который взял этот образец, заметил, что они растут бесконечно, и они похожи друг на друга. Это клоны, то есть опухолевая линия. До сих пор это стандарт в исследованиях. До сих пор. Огромное количество открытий сделано на этой клеточной линии. Ну, вот тут просто некоторые. Тут и полиомиелит, и ВИЧ, и полет в космос в рамках советской исследовательской программы. И так далее. И секвенированные геномы, и прочее, прочее, прочее. Все это впервые было сделано как раз на клетках Хейла, то есть бессмертных клетках Генриэт и Лакс, хотя ни ее родственники, ни она сама не знали, что они стали вот таким вот знаменательным событием для медицины, для науки. Почему? Потому что это стандартизированная линия. То есть это был первый коммерческий стандарт в исследованиях. дальше мы, естественно, переходим на животных. Почему? Потому что мы не можем эту стадию пропустить. Мы должны посмотреть, здесь токсичность. И вот здесь, да, то есть это как раз зона моих профессиональных интересов. И могу сказать, что, к сожалению, к огромному сожалению, результаты даже по токсикологии с животных на людей переносятся вот в таком вот маленьком проценте случаев, примерно от 5 до 15. Почему? Ну, потому что мы разные. Мы сильно разные. И иногда эти физиологические особенности не дают нам разрешения, скажем так, полностью перенести вот эти полученные результаты. Почему? Какие могут быть варианты? Например, если мы будем есть атропин в пересчете на ту же массу, как едят кролики, то мы просто получим атропиновый психоз, кому и летальный исход. А кролики будут просто быстрее размножаться и все. Ну и глазки у них сверкают. Не более того. Они это нормально переносят. У них другой метаболизм в этом смысле. И поэтому, когда на кроликах исследовали, то есть использовали их как модель для атеросклероза, для изучения атеросклероза, и скармливали им огромное количество молока, как вы понимаете, это была ошибка и в другую сторону. Потому что кролики в таком количестве не питаются молоком, естественно, у них немедленно развивался атеросклероз. И тогда сказали, ага, смотрите, молоко вредно, оно вызывает атеросклероз у людей почему-то. Ну вот, но это было исследование на кроликах и так далее. Здесь есть масса различных факторов. Например, это будет интересно опять же студентам. У меня знакомые работают в университете Пенсильвании в достаточно такой продвинутой монологической лаборатории. И они получили уникальные результаты. То есть такие, что они даже сверлили дырочки под нобелевские медали. И прикидывали, в каком костюме поедут получать нобелевскую премию. Когда они отправили в журнал на рецензию, естественно, им пришел ответ, что, ребята, что-то у вас не то. Повезло, что рецензент оказался специалистом именно в этом направлении, и он этим занимался сам тоже. Такое нечасто встречается, сразу скажу, с рецензированием бывают проблемы. Так вот, он сказал, что, смотрите, пересчитайте вот здесь. Вот этого быть не может, в принципе, этих данных не может получиться. как у вас так вышло, я не знаю. Попробуйте еще раз. Они попробовали, а у них получились другие результаты. И в следующий раз другие. Чтобы для того, чтобы понять, что произошло, они раскручивали цепочку несколько месяцев, и в конце, в самом конце дошли до практиканта, который впервые пришел в лабораторию. И ему доверили такую простейшую вещь, как разделить мышей на мальчиков и девочек. Но он понятия не имел, как это делать. Поэтому он провел рандомизацию фактически, то есть это была рандомизация по полу. Он их раскидал, просто посмотрел, наверное, мальчик. Вот так вот. Поэтому, да, иногда на результаты исследований влияют самые непредсказуемые вещи. Ну и да, бывает и такое, особенно если это проводят котики. Такие исследования, как я уже сказал, самые различные факторы могут вмешиваться в доклинические исследования. Ну да, хорошо, предположим, выжили у нас все животные, все нормально, мы получили разрешение, то есть нужно получить разрешение на проведение клинических исследований. Мы зарегистрировались вот на этом сайте, то есть раньше это был исключительно американский сайт, clinical trial.gov. Gov означает, соответственно, что это поддерживается правительством Соединенных Штатов. Теперь это как бы уже международный стандарт, то есть те исследования, которые претендуют на то, чтобы потом из них делались некие оргвыводы, там или препараты выходили, или еще что-то в этом роде, регистрируются здесь. Чем удобна эта штука? Тем, что вы сначала все формулируете. Какие будут группы, какой будет дизайн, какую гипотезу вы будете проверять, все остальное. То есть эта вещь позволяет не мухлевать. Потому что, ну, да, не мне вам рассказывать, что ученые любят красивые графики, круглые цифры и прочие интересные вещи. И иногда очень хочется натянуть эту сову на глобус, чтобы она выглядела покрасивее. Вот эта штука защищает в некоторой степени научный мир от такого натягивания. Правда, бывают хитрые люди, которые сначала проводят исследование, а потом его регистрируют. Да, такое и есть. И лет пять назад крупнейшие издательства это дело просекли и сказали, что мы больше не принимаем в принципе не принимаем публикации с пост-регистрации. То есть, если вы сначала сделали исследование, а потом его зарегистрировали, мы подозреваем, что вы таким образом пытались смухлевать. То есть, подтянуть результаты под нужную вам гипотезу. Тем более, как вы понимаете, сделать это очень легко. Хорошо, мы все это получили и пошли наконец-то на первую фазу клинических исследований. Здесь у нас исключительно добровольцы и здоровые люди. Зачем? Нам нужно посмотреть, как ведет себя этот препарат внутри здоровых людей. То есть, посчитать его в фармакокинетику, фармакодинамику, какие метаболиты образуются, насколько они токсичны и так далее и тому подобное. Это работа. То есть, это работа. Есть профессиональные когорты людей, которые этим занимаются. Они подписывают вот такой вот пакет документов даже в нашей стране. Их страхуют. Они умирают. Они становятся инвалидами. Да, такое тоже бывает. но они идут на сознательный риск. То есть, они знают, что делают. Попасть сюда сразу скажу, сложно. То есть, надо очень хорошее здоровье иметь. Потому что, как вы понимаете, вы должны быть абсолютно здоровым человеком, чтобы мы могли сказать, как ведет себя препарат в организме здорового человека. Вторая стадия. Если все нормально, никто не умер, мы переходим на вторую стадию. Да, иногда на первой фазе меняется сразу цель исследования. Например, так было со знаменитой Виагрой, потому что первоначально она исследовалась как средство от легочной недостаточности. Но, когда первую группу набрали здоровых мужчин, тогда на мужчинах это смотрели, именно для них она предназначалась, они стали потом подходить к исследователям, шаркать ножкой, говорить, а нет, у вас еще такой интересной таблетки. Очень уж у нее такой хороший побочный эффект. Британские исследователи, когда все это дело начали, они поняли, что наткнулись на золотую жилу, быстренько прикрыли то первое исследование и немедленно открыли второе, мы получили целую когорту репатентеров, то есть средств, которые восстанавливают потенцию. Опять же, из случайного, из абсолютно случайной находки. Итак, хорошо, у нас не было того интересного побочного эффекта, мы перешли на больных людей. Здесь идут небольшие группы, то есть мы должны посмотреть, с какой кратностью назначать, то есть как это действует на больных людей, как они отвечают на эту терапию и так далее. Здесь будет самый большой отсев. Я потом покажу, что здесь самый большой отсев. К сожалению, вот эту стадию на сегодня большинство действующих молекул не проходит. Ну и если вдруг все хорошо и все бы мы прошли, мы переходим на третью фазу. Здесь мы уже сравниваем, например, с существующими на рынке препаратами. То есть мало изобрести препарат, нужно, чтобы у него были некие преимущества. Он либо должен быть дешевле, у него должно быть меньше побочных эффектов, шире спектра показаний и так далее. То есть у него должен быть какой-то плюс. Если плюсов нет, препарат на рынок может и не выйти вообще в принципе. Либо сама фирма скажет, да ну нафиг, не будем связываться. Либо регуляторные органы скажут, смотрите, у нас есть вот раз, два, три, четыре. Вы будете пятыми. Зачем? Куда нам такие, так сказать, проблемы? И просто не выдадут ему маркетинговое разрешение. Вот, если посмотреть по стадиям, да, то есть проценты перехода, сколько у нас переходит на следующую стадию. Ну и вот, да, с первой на второй стадию переходит достаточно много, то есть около 60%, даже чуть больше, а вот со второй на третью всего 30% примерно переходит. Как я уже сказал, это связано с тем, что в организме здорового и больного человека лекарство может себя вести сильно по-разному. Но, тем не менее, я уже говорил, да, что есть некоторые вещи, которые могут быть эффективнее и выгоднее уже существующих препаратов. Например, у нас сегодня есть трансплантация кала. То есть есть такая работа, донор кала, потому что разрешена такая методика и, что интересно, при исследованиях она оказалась выгоднее, чем ванкомицин, известный достаточно антибиотик, такой достаточно мощный, но эта вещь применяется только при клострадиальных диареях. Это, считайте, госпитальная инфекция, тяжелая, очень тяжелая, с ней бороться тяжело. Ну и, чтобы вы не думали, да, что это просто вот как-то скармливают человеку, там, или ложечка, или трубочка, или еще каким-то вариантом, на самом деле нет, то есть это естественно очищается, то есть по сути мы берем вот то микробное сообщество, которое сложилось у здорового человека, и получается так, что если мы достаточно большое количество этого сообщества, спаянного, да, то есть оно было у него еще с рождения, не так, что мы вносим при помощи лекарств, каких-то таблеток, да, мы вносим отдельные какие-то виды микроорганизмов, это не срабатывает, их оттуда быстро выгоняют, а здесь считайте такое сплоченное вьетнамское общежитие, да, боевое, его туда запускают, и оно занимает весь предоставленный объем, спасая человека от кластрадиальной инфекции, вещь интересная, как я уже сказал, да, есть даже такие специальные люди, доноры, они уже на этом зарабатывают, в нашей стране пока не разрешено, но я так думаю, что скоро подойдет и к нам, потому что FDA разрешила, европейцы разрешили, значит, у нас скоро тоже появится, зачем мы все это делаем, почему это так долго и длительно и муторно, да, началось это все с истории с таридомидом, я не буду ее пересказывать, думаю, что либо вы слышали, либо можете почитать, она описана, опять же, везде, где только можно, просто дети рождались с родствами, из-за того, что беременным матерям назначали этот препарат как успокоительное, оно проверено не было, потому что, ну как его проверили, да, его проверили на крысах, то есть взяли две группы крыс в одной клетке и во второй клетке, дали одним препарат, вторым не давали, потом посмотрели, говорят, ну да, эти поспокойнее, что с препаратом, все, выпускаем его на рынок, будет успокоительным, тогда это работало так, но, что самое интересное, что с современной точки зрения, даже если мы прогоняли бы это через нормальные доклинические исследования, мы бы не обнаружили его эффект, потому что тератогенного эффекта на крысах он не показывает, эта вещь работает только на людях, ну в общем, да, действительно, это было давно, но, если мы посмотреть, какие вот эти вот последние скандалы, как видите, они затрагивают вполне себе 21 век, то есть тот же коксибовый кризис, когда мы выпустили на рынок Виокса, потом выяснилось, что он внезапно вызывает огромное количество инфарктов и прочих неприятностей у людей, которые его принимали, да, и пытались выжить с его помощью, он их просто убивал, это вот вопрос об убивающих лекарствах, да, действительно, здесь такое есть, или вот глитозоны, шикарная группа препаратов, да, то есть новое слово в лечении сахарного диабета, глитозона были такие неприятные последствия, как острая печёночная недостаточность и так далее, и если вы думаете, что это относится только к этим препаратам, то вы сильно ошибаетесь, потому что такие подводные камни есть у любого действующего лекарства, вот у любого, например, аспирин, ну, казалось бы, да, ну, что такое, ну, что с ним может быть? Нет, может быть то же самое, печёночная недостаточность в виде синдрома РЕ, причём чаще всего она будет встречаться у детей, но у взрослых тоже может быть, поэтому если мы посмотрим инструкции к применению аспирина, там будет написано с 15 лет, не младше, и противопоказано при гриппе, коре, ветрянке и прочих инфекционных заболеваниях вирусного генеза, да, то есть это нужно знать, первое, второе, парацетамол, наш любимый, мой нелюбимый, чемпион мира по лекарственным гепатитам, да, действительно, у него есть такая неприятность, да, он в организме, взрослых людей, почему он разрешен детям, потому что у взрослых людей более совершенная печень, там побольше ферментных систем, и там действительно одна из веток парацетамола, 15% примерно, непонятно почему, по какой причине, она уходит в сторону образования токсического вещества, напки оно называется, сокращенно, и это вещество, по сути, это теоловый яд, то есть он начинает уничтожать, присоединяться к САЖ-группам, уничтожать ферменты, белки, все остальное, то есть вот такая вот неприятная вещь, хотя, казалось бы, распространенное, известное лекарство, кстати, про аспирин мы 80 лет не знали, как он работает, 80 лет, он был изобретен в конце 19 века, и только в 70-х годах, благодаря работам господина Уэйна, это британский фармаколог, очень известный, Нобелевский лауреат как раз за это время, и за эти работы, мы узнали, что такое каскады архидоновой кислоты, мы узнали, что такое циклооксигеназы, и мы узнали, что аспирин работает именно на этом уровне. Так вот, о парацетамоле мы до сих пор ничего не знаем, он появился примерно в то же время с аспирином, в одно, в конце 19 века, и мы до сих пор не знаем, как он работает. Есть пачка предположений, мы знаем, что он, например, на периферическую циклооксигеназу не работает совсем, это сюрприз для многих врачей даже, они этого не знают, факта, и он, мы можем только предполагать, то есть, есть предположение, что есть некая циклооксигеназа третьего типа, которая только в нервной системе, есть предположение, что он сильно похож, его метаболит, действительно сильно похож на наш эндоканабиноид, может быть, через ту систему работы, мы не знаем, как он работает, до сих пор, и, в общем-то, нередко такие препараты встречаются, и они у нас обращаются на рынки, поэтому, еще раз повторюсь, с лекарствами нужно быть очень и очень осторожным, потому что, если лекарство работает, у него есть не только польза, но и очень большие риски. Как узнать о рисках и о пользе? Единственный документ, легитимный, скажем так, для любого лекарства, это инструкция по медицинскому применению, это паспорт лекарства. Я понимаю, что первое, что делают люди, когда покупают лекарства, это вот это движение, так, опа, и выкинули. Ну, либо второй челлендж, это ее развернуть, а потом попытаться свернуть так же, как было. Ни у кого не получается, да. Значит, здесь собрана вся информация, абсолютно вся информация по лекарствам. Мало того, регулярно выходят апдейты, обновления. Как только обнаруживается некий побочный эффект, немедленно пишут об этом в инструкции. Причем сейчас положено даже указывать чистоту, то есть, какой чистотой возникает, потому что некоторые начинают читать там рак, импотенция, летальный исход, ничего себе, что я буду применять. Вот, оказывается, что это встречающиеся крайне редко, например. Ну да, там один-два случая, но производитель обязан будет об этом написать. Так вот, вся информация об этом содержится в инструкции по медицинскому применению. У нас есть, естественно, если есть паспорт, есть паспортный стол. Паспортный стол это государственный реестр лекарственных средств. Он на сайте Минздрава доступен абсолютно для всех. Можно искать как по коммерческому названию, как по международному непатентованному и так далее. Это единственное место, где собрана актуальная информация по лекарствам. Здесь все обновления, здесь вся информация по лекарствам. Нигде вы более полную не найдете. Все справочники, которые лекарственные и все остальное, тот же Видаль, да, он прекрасен, замечательен, но он не обновляется с такой скоростью, как все это обновляется здесь. Одна из больших проблем, на самом деле, которая связана с лекарствами, она отображена вот в этом анекдоте, что доктор, ваши таблетки мне не помогают, а вы их принимали так и назначили, да что, я сумасаживал, это же химия, я их в туалет смываю. Либо даже не покупал. Это действительно отражает ту ситуацию и тот разрыв между получаемыми в клинических исследованиях и результатами и практикой. Почему? Клинические исследования это идеальные условия. Людям там приносят эти лекарства, дают запивать, следят за ними и так далее, там измерения всякие делают, прочее. Человек чувствует, что он находится в клиническом исследовании, поэтому ведет себя соответствующе. Как только он появляется дома, ему назначают 5-10 лекарств, он в лучшем случае принимает из них одно и то допивает не до конца. Вот такое поведение, но это как бы для человека вполне себе нормально, поэтому сегодня разрабатываются системы, которые позволяют доставлять все лекарственные вещества в одной таблетке. Такие разработки есть действительно. Очень частая ошибка. Что такое 3 раза в день? Для подавляющего большинства людей это после завтрака, после обеда и ужина. Нет! Это через каждые 8 часов. То есть 3 раза в сутки. Через каждые 8 часов. Соответственно, если вам назначен препарат и там указано 3 раза в сутки, вы принимаете его через 8 часов, даже если это ночь и так далее. Но можно подобрать удобную схему. Да, она действительно есть такая удобная, но это нужно учитывать. Потому что это важно. Нам нужно поддерживать рабочую концентрацию препарата. Если мы будем постоянно снижать, толку от него никого не будет. Особенно с какой-нибудь антибиотикой или что-то в этом роде. Вот те самые страшные побочки. Сейчас они, видите, как указываются? То есть очень часто или там очень редко. Видите как? То есть меньше одного случая на 10 тысяч, включая отдельные случаи. То есть если что-то было в мире с этим препаратом не так, а это обязательно будет отражено в инструкции. Не хочет производитель этого делать, но их заставит, регуляторные органы их заставят внести эту информацию. Поэтому обязательно пользуйтесь инструкцией. Появление срока годности у лекарств можно сказать спасибо нам, военным врачам. Потому что нам требовалась оценка, сколько можно хранить те или иные лекарственные средства в неприкосновенном запасе, то, что называется, или хранилище длительного хранения, склады длительного хранения, НЗ, на случай войны. Там, где все лежат, вот эти наборы, там B1, B2, B4 и так далее. То есть они есть свои коды и прочее. Нужно было понимать, и причем это во всем мире требовалось, естественно, то есть нужно было понимать, сколько можно хранить те или иные лекарства. Поэтому срок годности, по большому счету, появился из-за нас. Исключительно. Что интересно, мы делали лабораторную оценку, то есть мы брали со складов НЗ образцы лекарств, они там все в запаянных, таких вот пакетах специализированных, непроницаемых, воздух, который не попадает в принципе. Мы брали оттуда отдельные выборочные образцы, смотрели активность препарата. То есть, естественно, в дивизии была соответствующая лаборатория, соответствующие возможности, можно было все посмотреть и посчитать. Так вот, в подавляющем большинстве случаев для закрытых твердых лекарственных форм, грубо говоря, для таблеток, срок годности можно было сразу удваивать, вот просто нисходя с места. Указано 5 лет, например, у этих таблеток будет сохраняться активность в течение примерно 10 лет. Пока они не открыты, это важно, пока нет доступа воздуха. То есть, все, что касается срока годности, это в первую очередь, естественно, относится к уязвимым лекарственным формам, например, глазные капли. Если они стерильны, вы их открыли, начали пользоваться, туда начинает, естественно, заселяться всякая флора. И если вы превысите срок хранения, не исключено, что вы занесете себе в глаз некое там микробное сообщество. Да, это плохо. Второе, например, мази, то же самое, вы открыли, она может просто прогоркнуть. Вот эта основа, которая используется для мази, может просто прогоркнуть. С таблетками, в этом смысле, все хорошо, пока они закрыты, пока нет доступа воздуха, у них сохраняется длительный срок годности. То есть, если, предположим, вы не пользовались препаратом в течение одного года, это не повод его выкидывать. Сразу скажу, то есть, не обязательно его выкидывать, им можно вполне пользоваться. Когда проводились исследования, смотрели, что там происходит с активными веществами, в лучшем случае на небольшое количество процентов, некритичное, снижается вот именно содержание, причем не обязательно действующее вещество, может быть, даже вспомогательных веществ. То есть, никаких критических изменений с таблетками не происходит. Но, еще раз повторюсь, это таблетки закрытые. Например, это полностью закрытая конвалюта, да, вот, когда вы вынимаете из пачки, они в такой конвалюте, закрытой фольгой. Либо, например, если это какой-то флакон, то он тоже закрыт полностью и хранился в таких условиях, как было написано на упаковке. Да, в этом случае можно использовать некоторые средства больше, чем указан у них срок годности. Ну, естественно, если там какие-то помутнения или изменения цвета или еще что-то, естественно, вы это не используете, даже если срок годности не истек. Еще раз обращу внимание, что это касается только закрытых лекарственных веществ в твердых лекарственных формах, то есть таблеток, по большому счету. Кому интересно, опять же, ссылки есть, то есть тут все про этот срок годности очень подробно расписано. Еще один очень важный момент. Давайте сейчас немножечко разомнемся, да, поиграем, то, что называется. У меня есть три варианта таблеток. Синее с одной риской, зеленое с двумя рисками и белое с номером, но без рисок. У меня вопрос, какие из них можно ломать? Итак, поднимите руку те, кто считает, что можно ломать первую таблетку. Спасибо. Поднимите руку, кто считает, что можно ломать вторую таблетку. Так. Кто считает, что можно ломать третью таблетку? Почти никого. Да, хорошо. Кто считает, что можно ломать все таблетки? и кто считает что ни одно из них ломать нельзя вот ну могу сказать чтобы все не правы вы понимаете да что я такая вредина и по вопросу меня с подвохом дело в том что можно или нельзя ломать указано в инструкции а эти штуки нет я понимаю есть очень хорошая врачебная шутка насчет этих рисок зачем они нужны для несговорчивых пациентов если они хотят таблетки принимать через рот их вкручивать через попу соответственно вот это предназначено для плоской отвертки а это для крестообразно на самом деле конечно нет риски нужны в первую очередь для фармацевтов для врачей и для медсестер зачем для обозначения дозы например если вот такая таблетка будет цельный без рисок например там содержится одна ну один грамм условно действующие вещества если будет одна риска это означает что там половинная доза то есть 0 5 если будет две риски это означает что там четвертная доза то есть 0 25 и так у нас есть лекарство одного размера одного цвета но с разными рисками с мы сразу понимаем где какая дозировка это задумывалось для вот этих целей то есть для целей информирования в том случае если вдруг эту таблетку можно ломать об этом указано в инструкции причем смотрите какая бывает даже фраза что риска предназначена только для облегчения разламывания для удобства глотания не для разделения на равной дозы и это чаще всего так почему мы сейчас не можем обеспечить абсолютно равномерного распределения действующие вещества по таблетке потому что иногда она создается путем напыления иногда путем каких-то других странных манипуляций поэтому если она неделима ломать ее нельзя ни в коем разе вы не получите например если разделить таблетку в один грамм вы можете не получить 2 по 0 5 вы можете получить 0 1 0 9 вполне такое может быть и в том случае если вы будете принимать естественно вы получите абсолютно другой эффект тем более когда это пытаются их ломать для детей в целях экономии не покупая детские препараты вот не нужно этого делать для этого придуманы специальные детские дозы специальные детские лекарственные формы и специальная отдельная специальность педиатрии который всем этим занимается в том случае если можно ее сломать то как мы обычно делаем берем нож до кладем на доску так щелк эти две половинки разлетаются в разные стороны в одну сторону весело скачет кота за другим бежит ребенок до ситуации достаточно известны поэтому поэтому уже давно придумано вот такое простейшее устройство вот она здесь указана она продается в аптеках она есть во всех аптеках значит устройство называется делитель то есть не в том смысле что он все отберет и поделит сейчас да вот а вот такая штука здесь такая небольшая гильотинка сюда мы кладем таблетку причем любого размера вот за счет этого треугольника да она получается что мы можем любого размера что это взять таблетку закрываем щелкаем и у нас получается не только точные половинки но они сохранились здесь это одна одновременно получается таблетница и делитель вещь удобная стоит то ли 120 то ли 130 рублей что-то в этом роде если вы по каким-то причинам принимаете большое количество лекарств рекомендую такую штуку достаточно удобно и главное что это правильный подход научный подход если можно так сказать приему лекарств ну естественно фраза о том что этот таблетка можно делить она должна быть в инструкции повторюсь естественно мы ни в коем разе не открываем капсулы не просто так туда все это запихано есть два варианта первое то что внутри капсулы не выносит нашей желудочной среды она агрессивная она кислая там ферменты и прочее прочее мы можем просто уничтожить действующее вещество это первый вариант второй а ну например зверски горькое если кто-нибудь пытался лизать ливомицетин он знает да что это такое вот там вплоть до того что потом пена из изо рта идет рвот на рефлексе прочее прочее его не зря прячут это именно либо для защиты вещества либо для защиты пациента поэтому капсулы не ломаем а казалось бы простейший вопрос чем запивать да и ответ вот он водой комнатной температуры универсальная вещь опять же если иного не написано в инструкции но сейчас уже нет таких препаратов которые нужно запивать молоком щелочной минералкой и так далее уже нет таких препаратов зато есть очень интересная токсикологическая история например выяснилось что отрава статьи на один из первых статинов умеет убивать но при этом человек должен пить большое количество грейпфрутового сока что было когда все это раскручивали всю эту историю выяснилось пациент долгое время жил на севере соединенных штатов ему на знаке аторвастатин он его принимал и потом решил поменять климат но хочется куда-то более теплые места он переехал во флориду как вы понимаете там не только солнечный свет но там и всякие апельсиновые деревья и грейпфрутовые деревья то есть вот она прям все вокруг и он естественно решил оздоровиться по полной программе и стал этот грейпфрутовый сок выжимать пить литрами ну естественно все закончилось печеночной недостаточностью печенью практически в хлам было когда его аутопсию делали стали выяснять а что такое что произошло то потребовалось достаточно много времени токсикологом для того чтобы выяснить что причиной был фуранокумарин это вещество которое содержится в большом количестве в грейпфрутовом соке свежевыжатым да и в этом случае что происходило конкурирование то есть у нас очень многие вещества лекарственные разбираются в печени при помощи системы цитохрома их у много этих цитохромов они все разные но они в основном забирать занимаются ксенобиотиками и так получилось что тот цитохром который отвечал за аторвостатин он же разбирал фуранокумарин но у фуранокумарина был пенсионное удостоверение он проходил первым и очень долгое время этого статьи в больших дозах циркулировал по организму то есть по идее нужно было посмотреть уровень в крови и снизить дозу но тогда этого не знали теперь-то знают да и теперь есть вот такой вот список не вчитываетесь да и потом можете посмотреть ради интереса просто показываю что он огромный огромный то есть это печень классов лекарств которые несовместимы с грейпфрутовым соком совсем и сегодня и где и наши либо регуляторные органы требуют чтобы новые лекарства исследовались на совместимость фуранокумаринами это обязательное требование как бывшие военные могу сказать что люди не сильно заморачиваются смысле запивания и при мне офицеры например назначаешь лекарства достают бутылку пива и тут же запивают вы любите вы делаете я же вам выписал метр ниндазол ну и что как что говорю вы сейчас получите жесточайшие похмелье ой да ладно доктор у меня а потом о голова заболела все остальное да это потому что человек не знает что некоторые вещества блокируют второй фермент в цепочке при превращении тала да то есть уксусный альдегид у нас не превращается дальше в уксусную плещется в огромных количествах крови и устраивает нам зверское абсолютно похмелье на очень долгий период до таким способ свойством обладают ноги антибиотики многие противопаразитарные вещи и так далее если это написано в инструкции что это несовместимо с алкоголем не запивать никаким даже слабоградусным даже если это чудодейственная водка с перцем и вы пытаетесь добиться некого там противопростудного эффекта да это известнейший народный метод который не работает сразу скажу потому что этанол это у нас очень иммуносупрессант ко всем его недостаткам про процетамол я рассказывал да замечательный убийцы печени если сюда еще добавить алкоголь то мы получим практически гарантированное поражение печени она будет опять же разбита в хлам некоторые гепатоциты восстанавливаться придется долго и так далее как видите туда очень много интересных эффектов может наблюдаться вот ну и это еще не все это все тоже относится к алкоголю то есть ни в коем разе никакие препараты не совмещать с алкоголем ни одно из них с ним не совместимо на физиологическом уровне что интересно что люди даже не представляют как выкидывать лекарства казалось бы ну что такого тогда ну взял и выкинул нет не просто так это огромная проблема во всем мире например когда проводились исследования да то вот более 40 процентов сказали что а что такого у них нет никаких у этих лекарств особенности выкидывания просто берем и вы и выбрасываем но тут мы вспоминаем наших коллег-экологов и токсикологов в том числе и к токсикологов есть экологическая токсикология которые следуют например содержание различных лекарственных веществ в водоемах и выяснилось например опять же по соединенным штатам поскольку там в достаточно активных количествах пьют те же антирепрессанты выяснилось что рыба у них немножко с ума сходит то есть те которые раньше должны были прятаться от хищников наоборот выскакивают на них показывают и нехорошие знаки плавниками и всячески всячески провоцируют почему потому что концентрация антидепрессантов в воде вот здесь конкретно она просто зашкаливает изменяется поведение рыбы то есть это большая проблема как их правильно выкидывать в некоторых странах есть система утилизации ты приходишь в аптеку сдаешь это лекарство все хорошо все замечательно например в эстонии это работает у нас пока еще до этого не дошли есть разговоры о том что да действительно мы все это можем и будем наверное скорее всего делать но пока что есть вот такие вот рекомендации опять же американского регулятора наши такие не выпускают не видел значит что рекомендуется во первых вы не отдаете эти препараты никому я понимаю что иногда бывает дорогостоящие препараты иногда бывают самые разные ситуации не отдавайте лекарства ни в коем разе вы не вы не знаете как они будут использованы если вы отдаете какие-нибудь сильнодействующие препараты вы рискуете потом оказаться крайним каком-нибудь уголовном деле я понимаю еще раз повторяюсь до ситуации бывают всякие не нужно этого делать первое второе не оставляйте лекарства в определяемых упаковках потому что на помойках самые разные люди бывают в том числе дети которые там играют до сих пор и как вы понимаете они могут найти красивую упаковку им это понравится они поиграют в какой-нибудь не знаю там в конфетки или еще во что-нибудь а выяснится что это в лучшем случае какой-нибудь слабительной до худшим это может какой-нибудь нейролептик оказаться и так далее поэтому пожалуйста если вы выкидываете лекарства вы выучиваете их из упаковки чтобы они были обезличенные и перемешайтесь как с чем-нибудь если есть вот как у меня на маленькая внучка то мне достаточно просто у нас есть памперсы их вот туда можно выкидывать лекарства туда точно никто не полезет вот ну здесь предлагается вы смешивать с бытовыми отходами тоже вполне себе вариант есть такие пакеты зиппера продаются можно туда загрузить и после только только после этого выкинуть пока у нас не система утилизации будем действовать примерно так но мы не смываем унитаз да потому что мы не хотим получить поголовье вот это вот бешеные рыбы в наших широтах что интересно еще один интересный момент что зачастую биодобавки не считаются лекарствами в том смысле что когда у человека спрашивают что вы принимаете он называет лекарства а вот все остальное не называет потом у этих натуральное полезное все остальное ну ладно я опущу тот момент что растительное сырье с точки зрения токсикологии ужас ужас потому что как раз там-то тяжелых металлов более чем достаточно это одна из основных проблем когда смотрели сырье в индии в китае и так далее все эти чрезвычайно популярные препараты и аюрведические традиционно китайской медицины там гигантское содержание ртути то есть прям вот как от соли тяжелого металла неорганической ртути и свинца причем в таких количествах что хоть аккумуляторы из них лей да то есть действительно не всегда соблюдается вот эти вот нормы чистоты почвы на которые выращивается эти растения иногда не просто в дикую собирается что называется растет как сорняк и и быстренько собрали и продали европейцам за страшные деньги так вот если вы например хотите принимать для оздоровления зверобой то учтите что он несовместим почти не с одним лекарством известным на сегодня то есть вам нужно будет что-то придумывать это первое второе например очень часто бывает очень частая ситуация неоднократно сталкивался человек перенес инсульт например да ишемический после этого ему назначают варфарин для вторичной профилактики ему он уже сам потом читает в интернете что вот есть такое прекрасное средство гинкобелоба да это натуральная травка не химия какая соответственно можно пить для мозга для того чтобы улучшать деятельность мозга так вот в один очень непрекрасный момент он обнаруживает что у него был ишемический остал геморрагический инсульт 2 почему потому что гинкобелоба обладает точно таким же эффектом как варфарин то есть тоже разжижает кровь получается синергичное действие мы превышаем дозу этих препаратов получаем кровотечение кровоизлияние головной мозг и вот он здравствуйте 2 инсульт и так далее таких моментов масса огромная масса поэтому да если вдруг кому-то вдруг я не знаю по каким причинам например лишние деньги есть кто-то решает покупать биодобавки особенно на этом замечательном сайте который на и начинается на херб заканчивается то учтите что там очень много вещей которые с лекарствами несовместимы это первое и второе опять же с точки зрения токсиколога могу рассказать есть такая интересная вещь поскольку биодобавки не работают вот и пища ребят ну правда это пища она работает только для утоления голода не более того чтобы они работали чтобы был эффект туда подмешивают фармсубстанция эта вещь достаточно известна она применяется и в соединенных штатах и в европе и в нашей стране соединенных штатах на сайте где есть прям нарастающим списком кому интересно обратиться я ссылку кину там более 1000 препаратов то есть более 1000 биодобавок в которых нашли фарм субстанции причем ладно бы это было что ты какая-нибудь ерунда там есть кортикостероиды там есть и стероидные противовоспалительные вещества там есть метамфетамин там есть антидепрессанты там есть мочегонные слабительные антиаритмические в общем там огромное количество в непредсказуемых дозах а почти в каждой мужской биодобавки так называемый дата которого знаете там реклама была что там все всех теперь до смогу там просто определяет репатентры то есть те самые вещества которые в свое время были открыты британцами совершенно случайно что интересно в дозах которые превышали даже суточные терапевтические дозы поэтому нет ребята я с этой вот не рекомендую сталкиваться вообще с этой стороной потому что биодобавки это серый и очень плохо регулируемый рынок в соединенных штатах такая регуляция называется до первого трупа то есть пока нет жалоб пока нет летальных исходов она это биодобавка можно находиться на рынке как только что-то появилось раз ее сняли вместо ее тут же немедленно появляется что-то основное мы пока в мире не знаем что с этим делать единственное что токсикологи периодически выпускают в своих журналах эти отчеты гигантские с тем что они там находили в этих препаратах но их читать страшно честное слово значит опять не вчитываетесь это просто просто показать это мы свое время делали такой проект таблица совместимости препаратов между собой с пищей с солнечным светом и так далее то есть можете посмотреть какая это проблема это просто показываю масштаб проблемы потому что многие препараты ну люди например не знают то что тот же тетрациклин например он вызывает фототоксическую реакцию или предположим такую же фототоксическую реакцию могут вызывать оральные контрацептивы люди приехали на юг отдохнуть да и заодно развлечься и после первого же посещения активного солнца да и все покрываются такой зверской совершенно сыпью который зудит чешется кожа трескается так далее вот она эта фототоксическая реакция исключительно потому что они применяли вот этот препарат который такой незавидной способности обладает здесь огромное количество этих препаратов сразу скажу это далеко не все врачи даже знают поэтому мы специально делали в издательстве такую вещь именно для врачей то сейчас бы наверно будем делать онлайн проект потому что это огромная проблема совместимость препаратов это очень большая проблема ну и уже на закуску последние да известнейшая вещь вы можете заменить дорогой препарат за 1000 рублей препаратом за 10 рублей это было во всех изданиях это например вот это из российской газеты что интересно тут есть несколько пересечений не соответствующих друг другу ну ладно черт с ними как бы проблема действительно существует причем проблема опять же скажу с точки зрения токсиколога то есть это проблема токсикологическая но лучше всех они сказал михаил михайлович звонецкий да прям это вот прям точнейшее описание этой проблемы и формула та же и делают вроде бы так же и что особенно противно название у них одинаковые но точно такая швейцарская сволочь эту бациллу берет она же наоборот с ней сотрудничает вот один в один описана проблема дженериков тогда еще не было когда он это говорил но проблема описана просто опять же дальновиднейше действительно есть такая вещь изначально в принципе конечно теоретически задумывалось все хорошо потому что если у нас есть две одинаковые молекулы абсолютно одинаковые то по всем законам химии они будут обладать одинаковыми свойствами независимо от того как мы их получили теоретически да потому что патентом защищается молекула срок патента истек после этого она выдается в свободный доступ и любой желающий может ее производить но тут начинаются проблемы во первых например даже у нас законодательстве нет понятия оригинала дженерик в принципе нет это бытовые понятия или сленговые которым пользуются специалисты у нас есть понятие референтный лекарственный препарат туда это это город оригинал да можно сказать так а вот с дженериками все плохо у нас есть два понятия одно из которых воспроизведенный лекарственный препарат второго взаимозаменяемый вот полноценный жены дженерик это скорее всего взаимозаменяемые то с допущениями очень много у нас воспроизведенных лекарственных препаратов которые не повторяют свойства оригиналов а как так может быть спросите вы а очень просто дело в чем в том что производители дженериков все-таки стараются сэкономить почему потому что я показывал да действительно половина примерно затрат идет на клинические исследования но остальные это половина это на разом на создание разработку производства то есть как раз на ту же часть который по идее могут затрачивать производители дженериков это примерно та же часть которую можно сократить то есть где-то 50 процентов стоимости да мы можем сбросить поэтому если препарат стоит за предположим 1000 рублей а рядом за 500 с таким же действующим веществом не исключено что они будут похожи но еще раз повторюсь сдается только формула действующего вещества но химики не дадут соврать синтезировать его можно по-разному и в этом случае например может быть большой процент загрязнений предшественники по синтезу это большая проблема фармакологии очистить они от них иногда это очень дорого и очень сложно то есть мы брали специально один из известнейших отечественных препаратов которые должны работать против гриппа но не работает и смотрели сколько там у него предшественников 5 процентов это гигантское количество примесей да потому что если для западных скажем компании 01 примерно допуск это даже иногда бывает меньше там 005 процента то там было пять процентов предшественника по синтезу и вы же понимаете что это означает что у них могут быть свои побочные эффекты если это похожие на действующее вещество молекулы у них могут быть свои побочные эффекты и это подверг самое противное что это подтверждается многочисленными исследованиями в том числе токсикологические в том числе на терапевтические эквивалентности и так далее вот смотрите у нас здесь есть два препарата это антидепрессант достаточно известный и красным показан график нарастания концентрации в крови оригинального препарата зеленым нас показан его дженерик что здесь видно что пике у них не совпадают ни по времени не по интенсивности это означает что эффект будет другим несмотря на то что действующее вещество абсолютно одинаковое есть разница воспомогает ных веществах есть разница в том как получали эту молекулу как каким конкретно способом получается вот такая разница ну ладно это еще небольшая разница да потому что бывают гораздо более сложные случаи например чрезвычайно и неизвестное вещество симбалта был свое время неплохой препарат долг долг сети на его международные по детали на наименование неплохо работает селективные ингибиторы обратного захвата серотонина но как только истек срок патентной защиты появилась масса других долг сетинов и вот если мы посмотрим сообщение о побочных эффектах они выглядели таким образом до истечения патента вот чуть больше 40 а вот это после истечения патент на следующий год то есть препарат истек срок патентной защиты он вышел в открытое плавание и вот такое количество побочных эффектов 6 раз увеличилось количество сообщения побочных эффект почему ну потому что начали экономить начали как-то мухлевать и так далее и получилось так что по идее это должны были быть две абсолютно одинаковые молекулы и одинаковое действие на практике получилась вот такая вот фигня и опять же это еще не все например смотрите здесь два антибиотика они абсолютно одинаковы по действующему веществу значит тот который кругленький это дженерик тот который вот здесь вот внизу это оригинал казалось бы смотрите это тот случай когда дженерик лучше оригинала посмотрите как всасывается классно да и пик какой длительные концентрация держится все бы ничего только этот антибиотик предназначен для действия в просвете кишки он не должен всасываться в кровь все что всасывается в кровь вызывает побочные эффекты и не вызывает прямого действия получается что у этого вещества основное действие побочное большому счету дату свою нет эффективного действия получается что вот смотрите всасывается буквально совсем чуть-чуть оригинальный препарат а здесь гигантское количество препарата уходит в кровь и не срабатывает там где должно было бы срабатывать вот это одна из скажем так чуть-чуть буквально затронутая проблема дженериков далеко не все дженерики плохие я сразу скажу и далеко не все оригиналы хорошие то же самое то у нас есть проблема препаратов с недоказанной эффективностью но это вообще отдельная тема и если мы будем говорить о тех же дженериках например регулярно регулярно это просто я показываю один из отчетов европейского агентства по лекарственным средствам то которое регулирует оборот здесь сообщение об отзыве регистрации и клинических исследований прям в нескольких индийских центрах то есть прям не папа как не не отдельно по препаратам а прям по клиническим центрам вот если вот там было исследование все она аннулируется только потому что слишком много фальсификации слишком много неправильных отчетов когда начинает проверять да вот получает вот такие цифры а там на бумаге все прекрасно все замечательно они работают замечательно если посмотреть да то тут гигантское количество страниц во первых 27 страниц то есть такой небольшой отчетик на 27 страниц и страны то да то есть такие вроде бы польша норвегия мальта люксембург ну то есть не самые плохие вроде бы страны и тем не менее именно там обращались те дженерики которые следовало отозвать кроме того я думаю что многие слышали историю с эриспалом чрезвычайно популярным у нас препаратом который назначается практически при всех у рв и который был сначала отозван во франции а вот буквально вчера по вам было сообщение о том что роздраб надзор тоже самое подтвердил отзывы в нашей стране почему ульку что него обнаружились совершенно зверский побочный эффект удлинение интервала qt на и когда я что это означает что есть риск при ри н 3 то что называется то есть сигнал возбуждения может второй раз зайти и второй раз сократится желудочек чем это может во что это может вылиться фибрилляцию желудочков это вещь которая может привести к летальному исходу очень неприятная вещь и ладно бы у него было действие до хорошие потому что некоторые препараты действительно удлиняют интервал qt но мне хотя бы есть действие нормальное а у этого препарата к сожалению за все время ее существования не удалось собрать нормальную доказательную базу под его эффект и получалось так что у него основной эффект не доказан а побочных слишком много вот таких достаточно много ситуации поэтому к лекарствам нужно относиться очень осторожно повторюсь еще раз где посмотреть что является дженериком что является оригиналом потому что это важный вопрос долгое время это можно было сделать только в оранжевой книге на сайте в день теперь это можно сделать в белой книге у нас российский ресурс запущен в прошлом году можно посмотреть информацию по оригиналам и дженериком кроме того я показывал государственные реки лекарственных средств там внизу есть строчка либо референтный препарат либо взаимозаменяемый либо вот этот вот третье очень странная ситуация но если указано взаимозаменяемые скорее всего это нормальный дженерик и сейчас повторюсь до дженерики могут быть хорошими но они не могут стоить в 10 раз дешевле оригинального препарата потому что как вы понимаете экономить в этом случае будут в первую очередь на качестве как показывает практика спасибо и вот теперь будем переходить к вопросам уважаемые друзья я надеюсь я просто хочу ректор подошел и я знаю что не следующая встреча уже сейчас будет 21 05 и поскольку вы подошли сказать слова таскать а потом уже к вопросу хорошо традиционно у нас хочу вас поприветствовать очень приятно спасибо у нас всегда на память которые у нас бывают маленький сувенир поэтому он будет у вас где-нибудь в кабинете обязательно обязательно спасибо большое спасибо бигзор ахмат андрей павлович тогда закончите ему от смс просто ладно спасибо вам спасибо большое спасибо